Сначала был только FIFT — это ассемблеровский язык, по сути. Это история, когда ты работаешь на самых низких уровнях, только на смарт-контрактах. Потом появился FANSI. Это уже больше похоже на C. Функциональное программирование, где нет наших любимых объектов, свои методы и так далее. Это все еще не подходит для разработки чего-то крупного и большого. И было принято решение, что нам нужен еще один язык — это TACT. Это вот уже та история, когда любой разработчик может начать входить в тон максимально просто и понятно. Что такое смарт-контракт? Приложение на блокчейне. Ты написал свой какой-то объект, у него есть геттер-функции, сеттеры, методы, бизнес-логика, и ты это захостил на блокчейне. Айтишечка надо? Привет. Мы тут уже сколько, три часа готовились, да? Я уже устал. Да, я уже устал разговаривать. Ну, вообще разговаривал я, не надо. Ну, ладно, я экономил, да, ресурс. Ладно, Вов, давай я тебя представлю. Если по мере представления что-то будет не так, в смысле я что-то не так расскажу, то ты сразу можешь добавлять. Но я буду говорить про то, что я нагуглил, нашел в интернете. Владимир Арифман. Так. Блокчейн-разработчик. Так. Сколько уже? Последние лет пять. У меня был период, когда я переключался на Веб-2. Блокчейн у меня был момент, когда надо было от него уйти, надо было дозированного его принимать. Поэтому вообще, наверное, вот пять-шесть лет это суммарно. Суммарно вот я как программист. В общем, разработчик пять-шесть лет. Но большинство времени блокчейн. То есть четыре года я, наверное, могу сказать, что вот я как блокчейн-разработчик. Это отлично. Мы сегодня будем много говорить про разработку под блокчейн. В основном в сети Тон. У меня уже были попытки сделать что-то про блокчейн. Это был такой более обзорный выпуск. И ссылка будет там где-то в всплывашке. Можете посмотреть. Честно сказать, там не сильно получилось, потому что с первого раза всегда так получается. Сумбурно. Надеюсь, что сегодня будет более структурно. Окей. Попробуем исправиться. Ютубер. Ютубер. Ой, это чуть-чуть. Ну как чуть-чуть. У тебя канал, мы уже выяснили, почти пять лет. Канал Код есть закон. Да. Название прям такое. Кстати, надо поменять, потому что код уже не закон. Что? Ну уже можно поменять смарт-контракт. То есть код. Поэтому уже все, пропало. Надо просто имя свое написать там и все. Ну да. Ну если что, вдруг тоже ссылка будет в описании. Коллега, можно сказать, потому что ты и интервью делал в самом начале. О, господи. Я их думал удалить. Ну ладно. И курсы у тебя есть по программированию под тон. Да, это получше. И, собственно, ты автор бесплатного курса по разработке под тон. Да. Бесплатного. Мы сегодня не продаем никакие курсы. Да. Но мы сегодня будем в том числе говорить еще много про то, чем ты занимаешься. И в частности про хакатон. Хакатон называется хактон Берфест. Верно. Кто-то уже понял, к чему отсылка. Кто не понял, смотрите дальше, мы поговорим, к чему отсылка. Хакатон для разработчиков под тон. Разработчиков смарт-контрактов, можно так сказать. Что за хакатон? Пару слов буквально. Мы сегодня еще про него будем говорить. Слушай, это не хакатон вообще, технически. Это как, да, хакатон, но без конкуренции, без недосыпов. Эта история началась от Хактоберфеста. Легко запомнить, есть Октобер, да, Октябрь. Хактоберфест, который организовывает GitHub и DigitalOcean. Это история про то, чтобы качать open source и про то, чтобы разработчики могли присоединиться к каким-то командам, комьюнити, которые разрабатывают свои проекты в open source и помочь им какими-то задачами. Это можно сделать в любое время на протяжении всего октября, и ты получишь за это, за то, что ты решишь задачи какие-то от самого DigitalOcean и GitHub, мерч, и в честь тебя посадят дерево. Вот. Поэтому это больше речь не про то, что ты там пришел с командой и борешься за приз. Это больше про нетворкинг, это больше про то, чтобы познакомиться с классными ребятами из вообще мирового комьюнити. Так, а вы тут каким макаром-то? И вот, а мы что, мы хотим новых разработчиков к себе. Мы понимаем, что новые разработчики драйвят вообще технологии. И в прошлом году вот Октоберфест привлек 100 тысяч человек участвовать в своем ивенте. Вот. Мы делаем сейчас Октоберфест для того, чтобы тоже сказать, ребята, мы тоже есть. У нас тоже есть, есть помимо Tone Foundation, есть еще различные проекты в экосистеме Tone, которые говорят, вот, давайте знакомиться, у нас есть интересные задачки, давайте потрогаем технологию, мы вам покажем, мы вам расскажем, мы вам дадим награду дополнительно, там, от Октоберфеста мы дадим свой мерч Tone, мы дадим еще какие-то вам, ну, не какие-то есть, API доступы, ключи, вот, чтобы разработчики бесплатно могли получить инфраструктуру, что-то посоздавать свое. Вот, поэтому, вот, это про нетворкинг, про знакомство и про образование, наверное, тоже. Хорошо. Ну, мы еще сегодня подробно поговорим про то, как Hackathon устроен, Hackathon Bearfest, это прям зачет. Класс. Ты, когда говоришь «мы», ты имеешь в виду сообщество разработчиков Tone'овских? Да. А что делать тем, кто будет смотреть выпуск уже после того, как Hackathon пройдет? Подключаться к нам дальше, это будет, вообще, моя цель это не про провести, там, один раз Hackathon Bearfest, это про то, чтобы как можно больше рассказывать и помогать разработчикам интегрироваться в блокчейн-разработку на тоне, вот. И это можно делать всегда, то есть мы открыты будем всегда, просто Hackathon Bearfest – это вот движуха, которая сейчас, как бы, бабки платят условно, и мы сейчас это сделаем, а так в любой момент, как бы, стучитесь. Важно что? Важно то, что мы сегодня будем в основном разговаривать про именно разработку, разработку смарт-контрактов, наверное, так можно сказать, блокчейн-разработку, и это будет выпуск про программирование. Да. Так что те, все, кто нас смотрит после Hackathon, не скучайте, не стесняйтесь, слушайте, что мы сегодня будем вам рассказывать, что сегодня вам будет слово рассказывать, и потом решайте, может быть, вы захотите связать свою жизнь с разработкой смарт-контрактов. Ну и ты, получается, тон-евангелист, но по-другому тебя назвать нельзя. Наверное. Курс-протон, хакатон-протон, электрон, не стесняйтесь. Мне это всегда, знаешь, как-то не прикалывает, а, наверное, вызывает уважение, когда человек является евангелистом, не будучи частью команды проекта. То есть ты же по факту не состоишь, что он в фаундейшене. Да, все так. Ну, я надеюсь, что все еще впереди у меня, вот, потому что сейчас я как ближе, чем когда-либо, вот так вот. Ну, я думаю, нас смотрят ребята из Stone Foundation, обратите внимание, человек как бы курс бесплатный сделал. Привет, ребята. Короче, как-то так получилось, что мимо обычных разработчиков блокчейн-разработка проходит мимо. Вот я работаю в айтишке стандартной обычной, веб-2, вообще не слышал, что были какие-то команды, которые работают с блокчейном. То есть, и даже когда ты говоришь про разработку блокчейна, тебе в голове сразу всплывает разработка каких-то сетей новых, там, не знаю, новых криптовалют, вот это вот программирование низкого уровня на C, на C++. Мы же сегодня будем говорить не про это. Вообще не про это. Давай в двух словах, затравочку, про что мы сегодня будем говорить. Давай, наверное, скажу еще, почему такое мнение. Вот я замечал среди общения со своими знакомыми то, что ты говоришь про блокчейн-разработка проходит мимо. Во-первых, есть такая история, что разработчики просто смотрят на доску там Headhunter или на поиск работы, и они не видят никогда позиции блокчейн-разработчика, и, соответственно, не понимают, а зачем им вообще это учить, если это, они не найдут работу. Кто это на Headhunter смотрит, смотрите, да? Да, кстати, надо перезаписать. Ну ладно. Я шучу. Вот, нет блокчейн-разработчиков, все, зачем это делать, непонятно. По своему опыту, что я могу сказать, как из человека сферы. У меня LinkedIn, у меня LinkedIn как фуллстак-разработчик. Я написал в первую очередь, что я еще тогда в Израиль переезжал, и я говорил, ребята, я Java-разработчик, я фуллстак, но у меня на бэк-энде Java и Spring, на фронт-энде React и TypeScript, и чуть-чуть блокчейна. Ну, еще типа Solidity знаю. Вот. Что ты думаешь? Мне 90% HR-ов писали про блокчейн. Что? Про блокчейн. Они искали блокчейн. Чего? А где вакансии? Почему мы их не видим? Потому что их настолько мало, что блокчейн-разработчики зажрались, и они не будут искать работу. Ну, условно, там, окей. В смысле? То есть, как только ты пишешь, я в резюме, что ты блокчейн-специалист, ты просто можешь ослабиться. У тебя будет больше HR-ов. Ну, нет, ну, конечно, надо потом пройти техническое интервью. Ну, понятно. То есть, предложений будет немало. Но тебе даже сейчас, вроде как кризис, но поступают, периодически пишут. Конечно, меньше, чем раньше, тоже меньше, чем раньше, но все, то есть тебе не надо ничего делать просто потому, что у тебя написано блокчейн. Слушай, а разработчиков на блокчейне, их реально... Их просто мало. Мало. Их просто мало из-за вот таких вот стереотипов в том числе. Что, во-первых, блокчейн-разработка – это что-то низкоуровневое. Туда идут только какие-то криптоманы, криптографы, вот это вот все алгоритмисты. Криптографы, да. Ну, понимаешь, да? Вообще из разных сфер, ну окей. Окей, да. Вырежешь потом. Нет, нет, в смысле, это реально что-то, типа, кто-то же реально думает, что программирование на блокчейне – это криптография. Ну нет, это разные вообще вещи. Вот, поэтому абсолютно высокоуровневая история, абсолютно то же самое, что может освоить любой разработчик за месяц, за два. Ну, зависит от его уровня, конечно. Вот. И есть еще такая история, я слышал это вот уже от другого своего друга, то, что, мол, крипто, блокчейн-разработчики ушли слишком далеко, они там начали в каком-нибудь 14-м, 15-м, 17-м годах, и ты, типа, уже конкуренцию не выдержишь, потому что они там прокачались, и ты туда, когда будешь заходить, а ты уже такой сеньор-помидор, и ты не хочешь чувствовать себя новичком где-то. Так так, во всей айтишке, в принципе. Вот. Ну, это то, что я слышал. Вот, может быть, это только мой друг так думает, я не знаю. То есть, как кажется, что, типа, сфера устоявшаяся, и нечего-то должен усуваться. Типа того, да, что ты туда не пробьешься. Ну, вообще не так. Очень мало, очень мало. Я когда устраивался на последнюю работу, мне так и говорили, что позицию закрывали супердолгое время и взяли практически сразу, вот как только... Поэтому, да, блокчейн-разработчиков найти сложно, и не из-за того, что там сложно. То есть, это можно освоить, просто есть такой вот какой-то... Ну, отлично. Сегодня мы будем рассказывать, как стать блокчейн-разработчиком, и, собственно, после сегодняшнего выпуска, я надеюсь, мы хорошенько поднимем вам планочку конкуренции. Да, да. Кстати, сейчас это моя и работа, поднимать все. Да, диаврел, диаврел блокчейновый. Да, да. Давай перед тем, как про блокчейн сам поговорить, и про разработку на него, расскажи, пожалуйста, про твой путь программирования. Я считаю, что это всегда важно, чтобы зрители послушали, как ты становился программистом, чуть более плотно с тобой познакомились. Откуда ты, как ты вообще в техническую сферу попал? Я сам из Беларуси. Так. Вот, земляки. Город Витебск. Программирование у меня путь был такой тернистый, в том плане, что я не сразу... У меня было начало, у меня был конец, у меня было новое начало. И я программированием заинтересовался, когда, получается, у моей сестры есть муж, и он вот, он был таким для меня авторитетом, и он показывал, как... Он сам заходил в программирование. Вот, и я принимаю решение, что мне надо, я хочу попробовать программирование, я иду в политех. После девятого класса я подумал, что я не хочу идти в десятый, одиннадцатый класс, потому что, не знаю, потеря времени, ну, мое мнение, что туда не стоит идти, стоит что-то сразу делать, как только можно. А в твоем девятом программирование уже было на хайпе у нас? Это была история, когда ты мог почитать книжку по PHP и пойти на 200 баксов работать сразу. Вот это вот то время. Я уверен, ты знаешь, что это... Тринадцатый, где-то год четырнадцатый. Да, где-то так. Вот. Да, я пошел... Хорошие времена были, сейчас скажем. Да, да, это точно. Сейчас год полтора, наверное, условный порог входа стал сильно больше. Вот. И да, я с этого начинал. Я пошел просто в колледж, чтобы посмотреть, что это такое. Желание там мое полностью отбило от программирования. Я ушел вообще, я начал разными делами заниматься. Мне было интересно попробовать себя там и в... Я занимался и продажей, я там торговал одеждой. У меня была история такая. Держал точку. Да, типа того, предприниматель витебский. Вот. Клубы открывал... Ну, клубы такие, знаешь, типа интеллектуальные клубы, где ты можешь прийти. И это что-то похожее на школу ораторского искусства, плюс какие-то задачки, плюс какие-то там активности, связанные с интеллектуальными батлами, мы их называли, когда ты... Дебаты типа что-то того? Да, типа дебаты, но на какие-то темы, не знаю, какие-то... Берешь цитату известного человека, и один человек за, а другой против. Просто рандомно. Ты можешь быть на самом деле считать... Да, понятно. Так нужно, но тебе надо придумывать аргументы. И вот занимался разным. То есть такой, искал себя, параллельно у меня шел. Вот я ходил в колледж, что-то учил, какую-то базу программирования, наверное, получил, в том плане, что такое базы данных, что такое на джаваскрипте, что-то учились на C-шарпе. Но все равно работать с этими знаниями точно было нельзя. И ближе к концу... Кстати, мой первый вход в программирование был через блокчейн, как ни странно. То есть я вот услышал про биткоин, меня очень заинтересовала вообще такая модель. И я как-то начал посерьезнее программирование учить в колледже. После того, как я его заканчиваю, у меня сразу была возможность поехать в Израиль на стажировку. И я буквально вот все, получил диплом и погнал в веб-студию работать на стажировке, плюс жить в общаге. И уже с блокчейном связано? Нет, это было просто... Это был фронт-энд. То есть я мог... Я тогда... Это было что-то среднее между веб-мастером и фронт-энд-разработчиком. И я жил с парнем, у которого был биткоин. Который прям... Я видел, как он им там торгует что-то, покупает, продает. И он ее подсматривал, думал, как это все работает, расскажи мне, интересно. И вот тогда я... Это был 17-й год. Получается, ну вот я поехал в сентябре. И я вот только приехал, и я каждую неделю видел, как биткоин плюс 10%, плюс 10% прибавлял. Это же тот период, когда он как раз рос почти экспоненциально. С 3000 до... До 21. Да, ну где-то 20. Да, там фики было. Чуть меньше 20, по-моему. Вот. И ну как-то меня это заинтересовало. Я подумал, что прикольная тема. Я узнал про эфириум, про смарт-контракты. Вот. И когда я закончил свою стажировку, я понял, что мне туда надо. Я начал искать курсы какие-то. Я до этого просто пытался сам какие-то смарт-контракты простые, типа Hello World сделать. Но это было несерьезно. Нужен был реально курс, чтобы немножко бустануть. Вот. И все. Я закончил свою стажировку. Я возвращаюсь в Беларусь, покупаю курс. Прохожу его вот как раз за полтора-два месяца. И начинаю... Начинаю вот свой путь таким образом. Это реально те времена, когда двухмесячный курс помог войти в разработку? Это было сложно. Я не смог найти работу. То есть у меня еще знаний было маловато, чтобы прям вот... А тогда еще вот, казалось, тогда не было спроса на блокчейн разработчиков, потому что не было таких атомарных задач. Типа вот сделай нам такую штуку на блокчейне, и вот нужен человек под это. Нет. Тогда была история, что ты должен знать достаточно много, просто как обычный разработчик. Либо фронт-энд хорошо знать, либо бэк-энд, классический. Вот. И ты приходишь со своим блокчейном, и непонятно, куда тебя всунусь, потому что нету никаких бизнес-задач для этого. Вот. Поэтому вот я поездил там по Минску, поискал, походил по всяким интервью, понял, что особо ничего интересного нет, решил создать свою работу. Работы не нашел, создал свою. Ну, пошел во фриланс. Вот. Да. Так что начал путь с фрилансера. Начинал ты, получается, блокчейн с Solidity и Ethereum, я так понимаю. Да. Сегодня мы, наверное, будем много сравнивать с Solidity и Ethereum. Ну, как сравнивать? Ты имеешь в виду тон с Solidity? Да, 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 естественно. Просто аудитория, да и в принципе я, в принципе не знакомы с программированием смарт-контрактов. Так как Solidity и Ethereum вроде как самые популярные, по крайней мере раньше были в этом направлении, может быть даже одни из первых, то было бы неплохо, если бы ты рассказывал там на примере и того, и того, поскольку у тебя опыт и там, и там. Хорошо? Окей. Так, с этим разобрались. Давай тогда сразу попробуем пройтись по базовой терминологии, чтобы людям чуть больше в голову уложились те программерские вещи, про которые мы будем говорить. То есть программирование на блокчейне подразумевает существование этого самого блокчейна. Давай еще раз твои своими словами расскажи, объясни техническому люду, что такое блокчейн? Ой, опять? Опять. Это же столько раз вы сказали. Буквально две минуты. Ну давайте. Блокчейн, мы уже все знаем, децентрализованная база данных, либо как угодно ее можно называть. Если в контексте, максимально простыми словами, у меня определение такое. Блокчейн, децентрализованное хранилище, в котором в первую очередь придумали хранить деньги, то есть биткоины, и эту базу нельзя взломать, потому что она находится, она нету единого центра, она находится, все равны в этой системе. Соответственно, первое, что придумали хранить в этой системе, это деньги, криптовалюту. Дальше придумали, а почему бы не только деньги нам там хранить, почему бы нам туда не хранить какие-нибудь договора, права собственности, вот, и придумали смарт-контракты. Когда мы говорим хранить, то есть мы имеем в виду, что прям конкретная информация хранится вот в каждом блоке вот этой цепочки. Да. То есть изначально там хранился какой-то amount, количество крипты, денег, криптовалюты. Да. Ну, технически хранилась просто транзакция, и потом все они вычислялись, и показывалась итоговый твой баланс. Вот. Вот, да. И сейчас у нас в этих блоках теперь, ну, не сейчас, следующим шагом стал не только записывать транзакции, но и записывать вот состояние смарт-контрактов. Можем здесь чуть-чуть тоже сказать, что такое смарт-контракт. Это, по сути, здесь просто сейчас уже приложение на блокчейне. Это такой же, не знаю, класс в объектно-ориентированном программировании. Ты создал, написал свой какой-то объект, смарт-контракт, у него есть гетер-функции, сеттеры, методы, бизнес-логика, все, и ты это захостил на блокчейне. Это смарт-контракт. То есть смарт-контракт, это какой-то, получается, какая-то библиотека такая? Ты сам, нет, ты сам это пишешь. Не, ну, может быть, библиотека, конечно, то есть весь код, который ты хостишь на блокчейне, это смарт-контракт. И он может быть абсолютно, вот все, что ты знаешь объектно-ориентированном программировании, все засовывается в, ладно, я сейчас начинаю. Подожди, да, мы сразу смарт-контракты, до смарт-контрактов еще миллион-миллион всяких понятий. Давай про смарт-контракты еще дальше поговорим. Блокчейн, ты сказал, что все равны в блокчейне, но тем не менее, в блокчейне же есть какие-то роли. И вообще, что такое нода в блокчейне, какие ноды бывают, кем можешь быть, ты как рядовой пользователь в этой системе. Да, ты можешь, у тебя есть несколько вариантов. Ты можешь быть самым обычным пользователем, который скачал себе кошелек, который отображает твой баланс, дает его... Кошелек это какое-то клиентское приложение? На телефон обычный, да, клиент, обычный клиент. Который умеет читать информацию с блокчейна. Который читает информацию с блокчейна и отправляет транзакции в блокчейн. Дальше ты можешь быть таким продвинутым пользователем, если ты это хочешь. Ты можешь скачать всю себе, поднять свою ноду, скачать всю историю блокчейна. На самом деле, можно еще скачать легкую версию. Ну, тут можем не сильно углубляться в эти подробности. То есть, ты скачиваешь полную версию блокчейна и точно так же ты становишься более прокаченным, да, участником сети. Вот. Потому что, ну, заодно, это, кстати, полезно для сети, когда так люди делают. Чем больше таких нод, которые полностью подняты, тем более, сеть считается, ну, такой децентрализованной, тем более, она... Ну, то есть, больше людей владеют оригинальными данными. Оригинальными данными, да. Вот. И следующий этап, это, когда ты не только поднял всю эту ноду, но ты еще пытаешься быть либо, то есть, зависит еще от консенсуса, либо, либо валидатором, либо майнером, когда ты, в том числе, помогаешь этой сети функционировать, когда ты добавляешь новые блоки, когда ты подтверждаешь транзакции, и ты это делаешь либо в битко... ну, как proof of work, ты майнер, ты закупил себе вычислительных мощностей, и они работают во благо сети, сеть тебя вознаграждает за это, и ты получаешь за это эмиссию, вот. Либо ты, если это proof of stake, то ты настроил тоже свой дата-центр такой небольшой, свой, можно даже, локальный комп, где ты заморозил свои деньги, свою криптовалюту, чтобы быть тоже валидатором этой сети и подтверждать, валидировать блоки... То есть, можно сказать, что, типа, proof of stake, proof of work, там другие есть еще proof, это как бы реализация вот этого вот самого консенсуса, механизма аппрува, либо не аппрува новых блоков. Да. И в proof of work ты майнер, если ты аппрувишь, голосуешь, и голосуешь ты, получая эмиссию, и тратя свои вычислительные ресурсы, поэтому proof of work. Да. А в proof of stake ты голосуешь, потому что у тебя есть какое-то определенное количество вот криптовалюты в этой сети, чем больше, тем больше ты как бы влияешь на эту сеть. Влияешь, наверное, скорее ты больше, то есть, ты больше можешь потерять, если ты, если ты ведешь себя плохо. Но если у тебя какой-то лимит активов превышен, то ты можешь стать валидатором, то есть, твой голос учитывается в подтверждении, я так понимаю, транзакции, да? Да, смотри, в эфириуме нужно всего, ну, 32 эфира, чтобы стать валидатором. Нету истории, что ты там заморозил тысячу эфиров, и ты крутой валидатор, круче остальных. просто достичь порога, а дальше ты такой же, как и все валидаторы. чтобы быть валидатором, 32 эфира, все, ни больше, ни меньше. Эти деньги замораживаются, и в случае, если ты ведешь себя хорошо, ты зарабатываешь, у тебя увеличивается твой стейк, в случае, если ты ведешь себя как-то плохо, или скорее неплохо, бывает, что просто ты плохо настроил свой сервер, он периодически отрубался от интернета, не было доступа, за это тоже штрафуется, за это тоже нужно учитывать, когда хочешь этим начать заниматься. Вот. Ну, а если ты просто неадекватный и пытаешься всех обмануть, то в какой-то момент у тебя твои 32 эфира превратятся в 16, и ты перестанешь быть валидатором, забирай свои 16 эфиров или сколько. Почему превратятся в 16? Ну, потому что штрафы, то есть ты же пытаешься обмануть всех, но это неадекватное, если неадекватное поведение есть. То есть в Proof of Work ты получаешь вознаграждение за трату своих ресурсов на валидацию блоков, на решение вот этой вот задачи консенсуса, а в Proof of State ты получаешь вознаграждение за то, что ты честный? Нет, за то, что ты свою криптовалюту заморозил на смарт-контракте и тратишь свои ресурсы для того, чтобы был бесперебойный интернет, для того, чтобы 24 на 7 был доступ к твоей ноде. Окей, разобрались. Это более-менее понятно. Сразу, кстати, и консенсус покрыли, и покрыли роли. Давай немножко про разные сети. То есть сейчас на слуху биткоин, эфириум, там, трон, тон. Вот давай четыре сети. В топ-10 зашел на девятое место. Ну да, но учитывая, что сейчас они кошелек запустили, еще что-нибудь запустят, я думаю, скоро он поднимется. Расскажи, почему существуют эти сети и чем они отличаются вообще? Ну вот да, про биткоин, про эфир чуть-чуть сказал. То есть биткоин это просто про криптовалюту. В биткоине нет смарт-контрактов? Есть, на самом деле, есть. Они простые очень, такие примитивные. На них можно сделать типа мультисигнатурный кошелек. на них можно, на них делали вот систему Lightning Network. Это типа система, где ты можешь совершать транзакции, не отправляя их в блокчейн. Ты как бы компонуешь много-много транзакций, они бесплатные и очень быстрые. Вот. И это возможно, потому что в биткоине есть смарт-контракты. Вот. Техническая реализация возможна. Вот. В эфириуме уже, конечно, покруче. Почему они в эфириуме взлетели тогда, если они в биткоине есть? Я же говорю, ну, в биткоине они очень примитивные, ты не можешь на них сделать ICO, например. Не можешь сделать что-то NFT, да. То есть там просто... Не хватает функционала, типа? Да, да, он очень примитивный. Вот. В эфириуме в чем вот был его выстрел в 17-м году, это то, что на смарт-контрактах можно написать, ну, придумали, написать свою криптовалюту, свое ICO, свой контракт ICO. И это была такая история, когда ты можешь там за пару дней создать свою криптовалюту и систему, как она будет продаваться. Слушай, я немножко не понимаю все равно. Вот, допустим, если говорить про просто языки программирования, у тебя есть любой язык программирования, он тьюинг полный, ты на нем можешь написать все, что угодно. Там просто на одном более удобно, на другом более сложно. Там на сишке ты можешь сайт тоже написать, но это будет там, как бы сделать себя в новую, долго и неудобно. А в биткоине, в эфире, почему типа в биткоине нельзя сделать свой NFT там? Чего там не хватает в этих смарт-контрактах? То есть тебе сам механизм смарт-контрактов предоставляет какие-то базовые наборы функционала по работе с этим блокчейном? Или как это происходит? Да, да. Ну, по сути так. То есть там протокол не позволяет сделать многие вещи. Окей, на уровне протокола такие ограничения. Хорошо, эфир появляется. Эфир стреляет. Да, да. Эфириум. Эфириум стреляет. Ну, то есть эфириум это история, когда ты можешь написать любое свое приложение. Есть свои, конечно, ограничения. Эфириум не знает о том, что происходит во внешнем мире. То есть ты не можешь написать смарт-контракт, который будет дергать опишку, курс какой-нибудь валюты. Трон, тон, можешь тут прокомментировать. Почему вообще появляется столько разных сетей? Слушай, на самом деле эфириум это вот все истории типа Трона, Binance смарт-чейн, Polygon, это все эфириум подобные блокчейны? Ну да, они это, да, да, да. Вот. Они прям чуть даже кошельки одинаковые хорошо имеют, если создаешь. Да, ну типа Трон, по-моему, изменил это, если я правильно помню. Трон изменил. Ну это на самом деле просто маркетинг, то есть здесь нет никакой технической истории. грубо говоря, исходный код сети, он плюс-минус одинаковый. Архитектура, можно сказать, одинаковая. Да. То есть мы берем, что у нас есть? У нас есть эфириум, у которого есть смарт-контракты, тьюринг полный, ты можешь написать на них любую историю, но эфириум дорогой. Эфириум децентрализованный, эфириум медленный, и он дорогой. А почему он дорогой? Потому что много пользователей? Есть такой треугольник, где ты, да, ну естественно, много пользователей, и есть такой треугольник, где в одном углу децентрализация, в другом углу масштабируемость, и в третьем пропускная способность. И вот если ты в одну из этих сторон идешь, другие две страдают. Вот, если ты идешь в децентрализацию, и масштабируемость страдает, будет пропускная способность. И наоборот, да, Ты, если идешь в масштабируемость и пропускную способность, страдает децентрализация и вообще становится централизованным. Хорошо, а деньги где здесь? Типа, где здесь стоимость транзакции? Почему у эфира транзакция дорогая, чего она зависит? Типа, окей, децентрализация, масштабирование и пропускная способность. Чем больше валидаторов в системе, тем дольше будет подтверждаться транзакция, потому что все должны это опробовать. И тем дороже будет, соответственно, транзакция? Или нет? Нет, дороже она будет, это уже от нагрузки сети, от пропускной способности зависит. То есть, если у тебя спрос больше, чем предложение, если очень много людей хотят сделать транзакцию, а горлышко маленькое, то будут платить, те, кто хотят быстрее, будут платить больше, ну и здесь пойдет такая история. Если архитектура у трона, у полигона, у бинанса такая же, как у эфира, почему они дешевле? Централизация. То есть, это блокчейны, которые именно про централизацию, где они пожертвовали этим для того, чтобы... Трон тоже централизировал, централизированный жестко? Ну... С бинансом было понятно? Да, да, трон тоже. Ну, насколько я... У меня была история, когда получилось в одном проекте, я не знаю, может, эксклюзив может быть, я еще нигде это не говорил, за додосит трон. Я не знаю, получилось ли это, это произошло в результате наших действий, вот, но такая история была, и блокчейн просто не работал. Была история, когда блокчейн не работал, вот я помню, был проект на троне, и он не работал, типа 6 часов блоки не добавлялись новые. А как так? Это же жесть. Ну, это централизация, то есть, потому что какие-то вот несколько серверов вырубились, все, транзакции не ходят. Вот такая история была. Но не знаю, как это произошло, я просто это застал. Я просто физически работал с троном, тогда был проект, и вот так получилось, да. Ну, а ты можешь по ходу работы, например, того же трона, вот он сейчас работает, запущенная сеть, ты можешь уходить в разные углы этого треугольника уже на работающей сети? Или вот ты как запустил, например, строго децентрализованный трон, ты вот такой его и оставляешь? Ты имеешь в виду, для человека, для компании, которая запустила сам блокчейн? Ну, например, да. Да, да, да. Я думаю, это ничего тебе... То есть, твоя история про то, что нужно больше валидаторов, нужно, если это Proof of Stake, ну, видишь, это вот такая... Если это Proof of Stake, и ты изначально запустил блокчейн, и у тебя все монеты, тебе нужно их тогда раздавать. И как это делать? Непонятно. То есть, и добывать новые монеты... Продавать за кэш? Ну, а кто их, да. А кто их купит, да? Кто их купит? Это... Ну, ты единственный держать. То есть, ты создал блокчейн, и все монеты у тебя одного, да, или у компании. То есть, нужно как-то тогда выбрать себе... Это все равно централизация, потому что ты будешь выбирать кому-то, их отдавать. Ну, то есть, это уже бизнес-вопросы скорее. То есть, технически это можно. Ты раздал всем монеты, все, люди запустили... Хорошо, а почему нельзя порог, например, снизить там, да, условно, очень маленького? Не 32 эфириума, а там 0-0-0-32 эфириума, и каждый, кто хочет, становится валидатором. Потому что у тебя тогда... А как ты будешь тогда штрафовать, если ты сделал 0-0-2 эфириума? Ну, то есть, нужна история, чтобы было... Можно выклевать, и людям просто... Ну, то есть, если, да, экономически не выгодно. Да, ты взял там миллион баксов, запустил, создал там этих еще столько же миллиона валидаторов, и, да, и компрометировал сеть. Тут много всяких таких балансов, чтобы все работало корректно. Слушай, а я вот сейчас попытаюсь понять, а вот эту вот планочку в 32 эфириума, ее же не кто-то централизованно задает? То есть, например, если в эфириуме захотят эту планочку немножко снизить, что для этого надо будет сделать? Должно сообщество проголосовать. Сообщество проголосовать, и дальше это как-то тоже децентрализованно вводится? Да. Не так, что рубильник туда опустил? Нет, нет, это должно же быть... Это же история, как форк, когда нужно обновить блокчейн, должно много участников этого блокчейна, по сути, больше половины, своими нодами, своими валидаторами, своим голосом проголосовать за это, чтобы это принялось. Поэтому очень долго происходят различные обновления и в биткоине, и в эфириуме. И тогда получается у тебя форк, который становится мейном? Да. Окей, окей. Так, ну вроде как более-менее разобрались. Тон, в свою очередь, чем отличается от всего того, что мы говорили? Тон, кстати, очень много отличается. Если вы там думаете, что знаете о блокчейне и все, то... Это блокчейн, это блокчейн. Тон перевернет ваше представление. Реально. Это другой блокчейн. Во-первых, это стоит сказать, что это асинхронный блокчейн. Это уже как минимум меняет все. Если... Так, давай подумаем, с чего начать. Начни с того, что такое асинхронный блокчейн. Давай. И как коллизия. Давай так, что такое асинхронный блокчейн? Асинхронный блокчейн — это вот эфириум. У тебя есть история, что ты написал смарт-контракт, например, на свап, там, одного токена на другой. Ну, да, понятно. Один токен на другой. Меняешь токен, который существует в этой сети? Да. Ты отправляешь транзакцию, и все произойдет в одной транзакции, либо не произойдет вовсе. Да? Ты... Произойдет, ты имеешь в виду этот смарт-контракт? Свап. Свап. Ты отправляешь... То есть твой токен запишется на кошелек получателя, и у него токен перейдет к тебе, все в одной транзакции. Так. Не может быть истории, что там у него записалось, а у тебя нет. Вот. В Тоне не так. В Тоне ты отправляешь не транзакцию, ВТон настроен на... на сообщениях. То есть, если рассматривать блокчейны, там, Эфириума и Тона, чуть-чуть выше уровня, то Эфириум — это как банк, ну, то есть, который работает на транзакциях, а Эфириум... Ой. А Тон — это вот как раз про... Мессенджер. Как мессенджер, да? Также и Тон. Куда растут ноги. Да. Тон тоже реально по сторонам, по архитектуре, как для мессенджера. Он работает на сообщениях. Смарт-контракты обмениваются сообщениями, и ты... Он отправил сообщение, и все, он не ждет, он идет дальше. А как коллизии избегаются, если... Вот, это очень серьезные вопросы проработки, да. Когда ты делаешь архитектуру своего приложения, ты это все продумываешь, ты рисуешь большие там пути, то есть, как твои сообщения будут ходить в разные стороны, что может пойти не так, все прорабатывается, вот, да, каждый... Платишь, платишь комиссию ты за каждое сообщение? Или как? Там история какая, смотри. Есть... Входящее сообщение, или... Да, есть... Исходящее, точнее. Есть... Исходящее, и есть external и internal сообщения. Мы, на самом деле, это уже может достаточно такая глубокая история начаться. В общем, смарт-контракты, во-первых, в Тоне все смарт-контракты. Даже твой кошелек, это смарт-контракт. Он ничем не отличается от других смарт-контрактов. Когда ты отправляешь какое-то сообщение, например, на перевод Тонов, ты, на самом деле, отправляешь сообщение на свой смарт-контракт кошелька, и тот смарт-контракт отправляет Тоны дальше на другой. Вот. Каждый смарт-контракт должен хранить, должен иметь какое-то количество денег на балансе, потому что в Тоне нужно платить аренду за то, что твой смарт-контракт в сети. Если деньги кончились, смарт-контракт в конечном итоге будет удален. То есть, прям за время, за время нахождения в сети ты платишь деньги? Да, да. Это интересное решение, которое не засоряет блокчейн, потому что в эфире и других блокчейнах там просто очень много. Больше 70% это неиспользуемые смарт-контракты, мусор. Вот. Вот. В Тоне вот так вот. То есть, они будут удаляться из сети. Соответственно, когда ты отправляешь такие сообщения, ты закладываешь логику, что что-то заплатишь ты, а что-то может платить другой там смарт-контракт из этой цепи, потому что у него на балансе есть деньги. Просто за сторож, да, чтобы храниться в блокчейне, может быть заложена логика, что там этот смарт-контракт заплатят. Ты у кого-то можешь денег, получается, отжать немножко. Не, ну, если есть какой-то такой, да, смарт-контракт, оркестратор, который платит там транзакцию, ты можешь платить транзакцию таким образом и за пользователей частично. Это может быть твоя бизнес-логика. Вот. Поэтому вот. Это первая такая история. Смарт-контракты работают... Ну, мы про асинхроничь, но еще дальше чуть подробнее поговорим. Пока что у нас базового... Базовой терминологии не хватает, чтобы глубже опуститься. За ближайший час мы ее наберем. Асинхронность. Что еще отличает от эфириума? Так, все, смарт-контракты. Платить за... Платить за аренду надо. Сейчас я вспомню, что еще. Ну, да, я сказал, что этот блокчейн, который ориентированный, это уже не объектно-ориентированное программирование начинается. Это, кстати, интересный вызов для программистов будет, потому что это скорее как message-oriented programming, да? Программирование, ориентированное на сообщения, когда... Все с кавками работали с RabbitMQ. Вот. Очень везде, стеки. Ну, немножко другое. Это не тот messenger-карки. Интересное еще отличие, то, что смарт-контракт это отдельная такая сущность, которая... Ну, я про тон говорю. То есть, это отдельная сущность, у которой есть свой сторидж, там, какие-то значения в переменах, да? И смарт-контракт не может напрямую посмотреть сторидж другого смарт-контракта. Инкапсуляция? Да, ну, то есть, такая хардкорная. Ты... В эфире у меня, например, можно. То есть, ты можешь там получить смарт-контракт, дернуть у него любой getter-метод и посмотреть, что у него там находится. Вот. В тоне так... И это, кстати, одно из... То есть, смарт-контракты могут взаимодействовать... В эфире смарт-контракты могут между собой взаимодействовать как угодно, и от этого большое количество уязвимостей. Вот. Существует в тоне не так, в тоне на сообщениях. Например, я смарт-контракт, я говорю, я посылаю тебе сообщение, там, Леша, скажи мне, сколько тебе лет. Ты принимаешь это сообщение, и ты смотришь так, а ты кто такой вообще? Я, типа, тебе доверяю или нет? И... Ну да, вроде доверяю. Ладно, я тебе скажу свою информацию и отправляешь мне назад сообщение. И я уже принимаю и дальше выполняю там что-то со своей логикой. А как стать доверенным? Стать доверенным? Ты смотришь адрес моего смарт-контракта, ты смотришь дальше, ну там такая история, что, например, если ты, как оно называется, Hector Model, то есть, если ты... Смарт-контракты в тоне, они все, они все предсказуемы. Ты можешь их просчитать до того, как опубликуешь в блокчейне. Адреса смарт-контракта, я хотел бы сказать. Так, и что это значит? Это значит, что ты можешь знать правила, по которым адрес смарт-контракта высчитывается, а именно, то есть, есть код, который заложен, и есть изначальный сторож, который будет записан. Например, если ты говоришь, что я хочу, чтобы мне приходили сообщения от смарт-контракта только с таким кодом, ты сможешь это проверить. По адресу смарт-контракта? Да. Ты понимаешь, от какого адреса пришло, ты говоришь, какой, ты можешь предсказать, какой адрес ты ожидаешь, ну, сколько учить. Ладно, ладно, полезли в глубину, подожди. Давай, давай еще чуть-чуть на смарт-контрактах остановимся, а дальше попробуем погрузиться. Смарт-контракты? Так. Я вижу, что ты хорошо в них разбираешься, по крайней мере, лучше меня. Давай попробуем все-таки разобраться, что это такое. Представляешь, 10 минут слушал и не спросил про смарт-контракты. В эфириуме, давай с эфириума начнем, что из себя представляет смарт-контракт? Это что, это кусок кода, который ты зашиваешь в блокчейн, или что это такое? Как это выглядит? Да, это так выглядит. Это просто кусок кода, который ты захостил на платформе блокчейн. То есть, ты написал какой-то кусок кода по каким-то правилам, либо как от балды, как хотел, так написал. Как синтаксис позволяет, то есть так именно так. То есть, можно написать туда hello world на солидите, отправить. Да, да, да. И что дальше с этим кодом происходит? Ты его отправил, что дальше? Как с ним взаимодействовать с этим кодом? Ну, этот код компилируется в байт-код, зашивается в транзакцию, отправляется, и, ну, зависит от того, какие, то есть, там есть, если мы говорим про эфириум, там есть два типа, по сути, контракта, что на нем сейчас конкретно записано, и там баланс, например. Если это... Нет, мы с hello world сейчас. Ну, тогда просто get, и там get hello, и тебе... А где ты этот get делаешь? В чем? В чем ты его делаешь? Есть... Кто консюмер этих смарт-контрактов? Смотри, есть... У каждого смарт-контракта есть свой ABI. ABI? Как он расшифровывается? Ну, мы тут выведем. Это буквально... Binary Interface, кажется. Вот. Ты при помощи этой ABI знаешь, какие есть ручки в этом смарт-контракте, что ты можешь там дергать. И, соответственно, от этого... Ну, есть библиотека, которая позволяет из этого сделать инстанс контракт, например, на JavaScript. То есть, это как какая-то подключаемая библиотека? Да. Так. И ты аналог, то есть, ты вот берешь, например, ты сделал контракт hello world, назвал метод, не знаю, getter, так и назвал, и просто там контракт, точка getter, и тебе вернет то, что записано на смарт-контракте. А ты вот этот смарт-контракт подключаешь где? В другом каком-то смарт-контракте используешь? Нет, ну ты его же хочешь на своем итоге приложение вывести. приложение не хочу. И если, да, ты пишешь фронт-энд приложение. Фронт-энд в блокчейне. Ну, без клиента же ничего в итоге не будет. Ты на клиенте указываешь, какой адрес смарт-контракта, ты указываешь, какой у него интерфейс, создаешь такой инстанс этого смарт-контракта, объект, и точно так же, как с любым объектом ты взаимодействуешь. И получаешь этот Hello World. Да. Бесплатно считываешь. Да. Если ты хочешь что-то сделать, например, трансфер, ну, какое-то уже действие, которое изменит состояние блокчейна, тебе надо заплатить комиссию. Вот. Тут уже должен быть подключен у тебя кошелек. Это может быть с разными реализациями. Это может быть Metamask, библиотека, которая сразу интегрирует тебя с Metamask. Это может быть приватный кошелек, который ты вставил себе где-нибудь в бэкэнде. Просто лежит приватник. Вот. Разными историями. То есть у тебя приложение в бэкэнде лежит приватник, и ты как бы фоново через этот кошелек делаешь изменения блокчейна, транзакции. Да, грубо говоря так. Нужно ли для этого тебе на клиенте держать вот слепок всего блокчейна, чтобы эти контракты использовать? Нет, ты подключаешься к специальным сервисам очень удобным, которые предоставляются разработчикам. Если это Ethereum, то есть такой сервис Infura. Вот. Он позволяет получать все, что тебе нужно для разработки. Это и заработать со смарт-контрактами, и парсить всякие ивенты, и балансы, в общем. Давай вернемся теперь на минут 15 назад. Ты говорил про смарт-контракт типа swap, когда тебе надо один токен, например, в Ethereum поменять на другой токен. Да. Вот чел, который написал вот этот смарт-контракт, который производит эти обменные операции. Он, так понимаю, его написал, загрузил в блокчейн, а дальше чуваки, которые делают фронт-энд, они уже этот смарт-контракт используют для того, чтобы сделать красивый фронт-энд для свапа. Да. Когда происходит сам свап с фронт-энда? В блокчейн, в Ethereum отправляется что отправляется? С фронт-энда не происходит свап, на фронт-энде формируется транзакция. Транзакция подписывается твоим кошельком и отправляется в блокчейн. То есть ты платишь своего кошелька за это? Да. Все, дальше исполняется, все исполнение идет на блокчейне. А где, где здесь срабатывает сам вот этот свап-смарт-контракт? Я просто пытаюсь понять, как вот этот свап используется на клиенте? Ну, смотри, ты клиент серверной архитектуры. У нас есть клиент, мы формируем какой-то запрос для бэкэнда, отправляем, там что-то происходит, нам возвращается ответ. Это ровно то же самое. То есть ты на фронт-энде собираешь транзакцию, которую используют в себе вот этот смарт-контракт свапа? Которая зашивает в себе, что ты хочешь сделать в смарт-контракте. Ты говоришь, я хочу сделать свап вот такого токена, он такой. Ты отправляешь это в смарт-контракт, смарт-контракт уже сам знает, там уже все прописано. Ты отправляешь эту транзакцию в смарт-контракт? Да. Так. Все, смарт-контракт это делает, ты дожидаешься аппрува, когда эта транзакция будет добавлена в блок. Все, свап произошел. Отлично. То есть где этот смарт-контракт выполняет все эти действия? Он же где-то запускается? Ну вот как раз-таки валидаторы это и делают. Он исполняется на децентрализованной сети. На каждом из валидаторов? Да. А, и, собственно, в этом и суть валидаторов. Они валидируют правильно, там все произошло или нет. Таким образом получается, что я могу написать как злоумышленник какой-нибудь смарт-контракт, который будет просто переводить мне деньги под видом свапа, да? И загрузить его в блокчейн. Никто это не отследит. Ты это будет сделать... Не, ну ты можешь, конечно, это сделать. Вот вопрос только, будут ли тебе деньги переводить. Потому что, чтобы тебе переводить деньги на смарт-контракт стоит опубликовать. То есть должно быть соответствие. Вот у тебя есть адрес смарт-контракта и какой код. И как бы люди могут всегда... Зачем публиковать? Ну тогда он будет просто закрытым. То есть ты не будешь доверия внушать. А, вот, это тоже важно. То есть когда люди, нормальные люди, люди, которые разбираются, они когда используют смарт-контракты, они идут и читают счет. Смотрят, контракт делает, смотрят его прям код. Да. А ты в самом блокчейне можешь этот код увидеть? Ну, типа, ладно, там на гитхабе один код, а вдруг в блокчейне совершенно другой код. Есть вот сервисы, которые делают соответствие, какой байт-код на смарт-контракте и какой ты код подставляешь. Если они срабатывают, сметчились, все, ты видишь... Так, я понял. А сам смарт-контракт в эфириуме исполняется на валидаторах, соответственно, на валидаторах есть какие-то виртуальные машины для исполнения этих смарт-контрактов? Да. Эфириум виртуал машин, либо TVM. Блин, слушай, ну, кажется, там же дофиища транзакции и дофиища разных смарт-контрактов. Кажется, что валидаторы должны ломаться от нагрузок здоровенных. Поэтому... Не, ну, почему? Ну, когда к тебе прилетает, там, какая там пропускная способность, ну, условно так, порядок? Ровно столько, сколько помещается в блок. То есть это может быть... Это, скажем, даже не про количество транзакций, а про то, сколько газа использует эта транзакция. Газ — это вот та афи, которая платится кошельком. Да, это топливо для исполнения транзакций в блокчейне. И если ты... И всего там в блоке 30 миллионов газа, насколько я помню. Соответственно, ты не можешь превысить, чтобы твоя транзакция была больше. А, ну, понятно. То есть у валидаторов, в принципе, определена пиковая нагрузка плюс-минус. Да, да. Для валидаторов это вообще не... Хорошо, а можно... Давай дальше пойдем. Можно же туда написать смарт-контракт, который хакнет вообще валидаторов, который, не знаю, уйдет в бесконечный цикл выполнения. У него не будет туда... А, бесконечный цикл выполнения — это другое. Это не про хак, это просто... Это просто твоя транзакция не будет в блоке по итогу. Она отвалится. Ты попробуешь ее выполнить, но она не выполнится. Это будет out of gas. А хакнуть? Какие варианты есть для хака? Хакнуть можно только таких, как ты. Ну, в смысле, таких же, как вот разработчик, если я написал смарт-контракт с уязвимостью, я там что-то не так сделал, и другой программист это увидел и понял, как можно вывести деньги, он может это сделать с моим смарт-контрактом. Хорошо. Это действует такое. Еще вопрос тогда. Можно ли, например, в смарт-контракт запилить ААА-игру? Это вопрос про то, есть ли там ограничения по количеству кода. Могу ли я гигабайтный файл загрузить смарт-контракт? Можешь частями. Если частями, ты можешь это сделать. У нас была система, последний вот проект, над которым я работал, это была операционная система на смарт-контрактах, где суммарно у нас вращалось 7 тысяч смарт-контрактов. Таким же образом можно, по идее, сломать весь эфир, загрузить туда пару терабайт данных. Почему? У какого валидатора хватит, не валидатора? Валидаторы, я так понимаю, они же должны полно хранить у себя, полный стейт блокчейна. Ну вот, загрузишь ты туда мусорных, не знаю, 500 миллионов терабайт информации, и все, до свидания. Я думаю, ты не загрузишь, потому что тебе денег не хватит. А, потому что есть размер максимальный, да? Ну это же транзакция, когда ты загружаешь контракт в блокчейн, это транзакция. И мы возвращаемся снова, то есть есть блок, есть в нем какое-то количество газа, которое может... мидблоку 30 миллионов газа, и, например, там твой смарт-контракт весит не 30 миллионов газа, а 3 миллиарда газа. А он, размер смарт-контракта, он напрямую связан с количеством газа? А, да. Так, хорошо. Дальше у меня вопрос. Чуваки, которые разрабатывают смарт-контракты, они зарабатывают на клиентских приложениях дальше? Ну то есть вот чувак, который разработал смарт-контракт для свапа, он, наверное, разрабатывает на фронт-энде вот по этому свапу. Или они зарабатывают на какой-то... Фи? Фи от использования этого смарт-контракта. Да, да. Это тоже на уровне смарт-контракта закладывается? Хорошо. Ну все об этом знают. Так, ну слушай, уже сильно понятнее стало, что такое смарт-контракты. С другой стороны, как это работает? Чем это отличается в Тоне? Давай теперь в Тон. Так, и в Тон мы сейчас про... Про что? Про смарт-контракты? Ну вот ты мне сказал, что в Тоне все смарт-контракты. Да. А что значит все? То есть кошельки — это не смарт-контракты в эфириуме? Нет. А что это такое? Это, как оно называется тоже? У меня проблема с памятью. External, что-то там, Owned, не помню. В общем, это другая сущность, которая может принимать на себя эфириум, может принимать на себя токены, может отправлять транзакции на какие-то смарт-контракты, либо эфириум на такие же... Давай так, нет, с другого. Вот есть твой кошелек, он ограничен функциональности специально. То есть там нету большого количества функциональности. И есть смарт-контракты, где эта функциональность ограничена только разработчиком, который его написал. Вот. В Тоне все ограничено только разработчиком, который это напишет. Ты можешь написать свой кошелек, придумать его. То есть есть в Тоне несколько версий... И он будет совместим со всеми остальными кошельками, или это зависит от тебя? Он будет совместим. В Тоне есть такая история, если ты зайдешь на какой-нибудь ToneKeeper, ты можешь переключаться на версии кошелька. Да, я видел. Три R2, три R1, четыре R1. Вот, это оно. То есть это просто разный код, разная реализация кошелька, смарт-контракта кошелька. И код опубликован на GitHub, и ты можешь посмотреть, чем они отличаются. Я тебя в видосе видел, ты рассказывал, что, по-моему, четвертая версия, третий, или документация четвертая? Да, да. Отличается плагинами какими-то? Да, есть возможность подписки. Слушай, так хорошо, а это типа два разных кошелька? Разные адреса, но ситфраза, твой приватный ключ, это один. И, соответственно, крипта хранится сразу на всех, или так как адреса разные, тебе надо их свапать? Адреса разные, это будут разные смарт-контракты. На одном смарт-контракте один баланс, на другом другой, на доступ, у тебя... На доступ централизованный ко всему. Окей. Так, давай вернемся еще немножко к эфириуму. Я забыл спросить важную штуку, смарт-контракты и стандартизация. Я слышал, что NFT, это тоже смарт-контракты в эфириуме. Соответственно, что за стандартизация, что она себя представляет? Это что, это просто какой-то интерфейс, которым ты должен следовать, чтобы называться, например, NFT? Да. Идем дальше. Токены тоже самое? То же самое. Версии 20, вот это. Версии 20, стандарты, это нужно для чего, в первую очередь? Вот ты захотел написать свой токен. Не знаю, чем он может, что именно там. Может он будет такой же классический, как и все остальные, может иметь какие-то свои дополнительные фишки, там, с депозитами, со стейкингами, неважно. Но ты хочешь свой токен. И токен — это смарт-контракт, который в дальнейшем будет, ну, ты рассчитываешь, наверное, что он должен быть подключен к каким-то биржам, каким-то платформам, каким-то маркетплейсам, возможно. Чтобы торговать можно было. Да. И, соответственно, чтобы маркетплейсы, биржи могли просто, понятно, взаимодействовать своим смарт-контрактам, он должен быть как минимум с такими же методами. То есть унифицированный интерфейс. Да. То есть просто, чтобы метод назывался там одинаково у всех, там, трансфер, чтобы был метод, чтобы был метод там balance-off, посмотреть твой баланс и так далее. Это если мы говорим про токен. NFT — та же история. Просто должны быть, как минимум, вот есть с переченью. У вас есть там пять методов, которые должны быть в вашем смарт-контракте, чтобы он был по стандарту. А дальше уже твое воображение опять. Ты можешь этот стандарт взять за основу и расширять как угодно там по своим нуждам. Но биржи будут поддерживать, даже базовый функционал у тебя. А кто эти стандарты придумывает? Сообщество. Сообщество. Но они, я так понимаю, не зашиваются в блокчейн, это просто договорняк там, словом всех бирж, что вот это такой стандарт, мы его все поддерживаем. Ты можешь написать свой токен, который не будет никому присоединить, не сможет никто подключить, только ты. Тоже неплохо. Я так понимаю, стандартизация, она не только в эфириуме, она и в Тоне есть, и в других блокчейнах тоже присутствует. Хорошо, с стандартизацией разобрались. В то же время, я так понимаю, не каждый смарт-контракт должен быть каким-то стандартом. То есть ты можешь написать какой-то свой абсолютно смарт-контракт. Ну, hello world можно писать и от этого идти дальше. Отлично. Возвращаемся к Тону. У нас все в Тоне смарт-контракты. То есть ты даже можешь свой кошелек написать. Написать свой кошелек, я так понимаю, это значит соблюсти какие-то правила стандартного написания кошелька и сверху чего-то докрутить или нет? Что ты должен сделать, чтобы это называлось кошельком в Тоне? Он должен уметь отправлять в Тон-коины. То есть это какой-то базовый функционал? Это все, да. Ну, на самом деле, есть история, что сейчас... Нет, тут чуть по-другому. Кошелек это, на самом деле, простой функционал. Он должен уметь отправлять Тон-коины и показывать... Баланс? Нет, наверное, здесь, кстати, история другая. Я не углублялся в то, как написаны кошельки. Здесь больше... Давай-давай по-другому. В Тоне точно есть стандарты. Они такие же, как везде. Они также придумывались разработчиками, как и в эфириуме. И этот процесс, он... Единственное, чем отличается, наверное, это то, что... Блин, да нет, ничем он не отличается. Я потерял мысль. Давай заново. Нет, в смысле... Что ты спросил? Все нормально, все нормально. Я пытаюсь понять, как в Тоне кошелек становится кошельком. Типа... Вот если там все смарт-контракты, то значит, смарт-контракт, который называется кошельком, должен как-то чем-то характеризоваться. Или я просто называю смарт-контракт кошелек, и все, теперь это кошелек. Да, смотри, кстати, это интересная история. Вот я сейчас... Когда ты в Тон заходишь и создаешь просто свой кошелек, скачиваешь, у тебя по умолчанию есть твоя сетфраза, и она как бы тебе заранее говорит, какой у тебя будет кошелек. Синжаза, если что, это фраза, по которой приватный ключ генеется. Можно восстановить. Да. И помнишь, как я говорил, все в Тоне смарт-контракты. Значит, если у тебя... Если кошельки и смарт-контракты, то твой кошелек тоже нужно создать. Он еще не создан. А, ну да, логично. В фирме другая история, там по умолчанию все кошельки, когда они есть, ты принимаешь деньги на них, и все, и можешь пользоваться. Вот. В Тоне их надо создать. И выгрузить... А что значит создать? Это значит взять код и погрузить в блокчейн. То есть изменить состояние про блокчейн. Ну да, то есть загрузить этот код в блокчейн, чтобы он работал как кошелек. Логично. Ну и обычные пользователи наверняка это делать не будут, конечно же. И это делает любезно кошельки за нас. Клиентское приложение. Например, кошелек в Телеграме, который недавно появился. Чуть-чуть по-другому. Это кастодиальный кошелек. Это кошелек централизованный. Но у них, да, у них уже есть история, что они добавляют сейчас себе функционал не кастодиального кошелька. Давай сразу кастодиальную разницу, чтобы люди... Кастодиальный централизованный, не кастодиальные твои приватные ключи хранятся у тебя на устройстве, на твоем клиенте. Вот, поэтому... Да, в Тоне, когда ты хочешь создать свой кошелек, ты на самом деле под капотом, вот, твой клиент, он отправляет транзакцию, загружая код в блокчейн, и твой кошелек создается. Но ты можешь принять Тонкоины. То есть они тебе могут... Пока кошелька нету, за счет того, что детерминированный механизм адреса кошелька, ты можешь на неактивный кошелек принимать коины. Да, а потом когда-нибудь создать его и начать использовать эти деньги. Прикольно. Ну, интересные вещи, понимаешь? Ну, я же так понимаю еще, что в такой системе ты не можешь создать кошелек, не имея Тонкоинов на счету? Да, да. Тебе... Или как-то, или за тебя там условный клиент платит, условно там Телеграм за тебя платит при первой твоей транзакции или... Смотри, ну ты, когда будешь первую транзакцию делать, тебе, скорее всего, у тебя уже есть Тонкоины. Логично. Да? Ну да. И, соответственно, он сразу в этот момент и создастся. То есть... Да, понятно, понятно. Понятно. Прикольно. Интересно. Хорошо. Так, все смарт-контракты. А что еще смарт-контрактами может являться? Кошелек смарт-контракт, смарт-контракт смарт-контракт, транзакция. Там нет, там сообщения. Да, да. Давай подробнее теперь про сообщения и про их параллелизм еще раз. Уже вот знаю, что такое смарт-контракты. Давай. В Тоне есть несколько видов сообщений даже. У нас есть external сообщения и internal сообщения. External сообщения — это то, что ты делаешь со своего кошелька. То есть у тебя есть свой, там, сид-фраза, из нее приватный ключ, подписывается сообщение и отправляется на смарт-контракт. Кошелек, да? И дальше там происходит отсылка тонкоинов. Второе — это internal сообщения. Internal — это именно когда смарт-контракт... Это когда смарт-контракт отправляет сообщения другому смарт-контракту, да? То есть... Понятно, internal. Internal — внутри блокчейна между собой, external — когда с внешнего мира отправляется сообщение. Это может быть как твой кошелек сейчас, в будущем это может быть много чего другого, других сервисов, других каких-то приложений из тоновского блокчейна, тоновского интернета, да, нетворка. Ну, я так понимаю, это все будут тоже смарт-контракты под капотом. Нет, не обязательно. Это может быть, мы об этом, я думаю, еще поговорим, тон-сайт, который отправляет сообщение external на кошелек твоего смарт-контракта, и дальше идет, и дальше на этом смарт-контракте уже есть, уже есть... Да. Ну, об этом мы еще дальше поговорим, давай смарт-контракты. Вот, значит, external и internal сообщения, и как это работает, то есть, например... А, извини, сразу спрошу, external сообщения могут из блокчейна вовне отправлять? Например, спросить там курс доллара текущего? Тут это решается чуть по-другому, но нет, все еще нельзя так делать, эта функциональность частично решает external сообщения. Слушай, а как тогда решается эта проблема? Ну, типа, как системы узнают текущий курс? Типа на фронт-энде фронт-энд смотрит курсы, отправляет... Сейчас как это делается? Есть оракулы, это такие штуки, ну, это просто сервис, который делает мост между интернетом и блокчейном. То есть, любую опишку дернуть, любые данные посмотреть и передать блокчейн, это вот такой сервис создается. Но здесь есть проблема в том, что ему надо доверять. То есть, непонятно, передаст он тебе верный курс или неверный. А у них как это получается? Они прямо это как-то сами прописывают и хардкорно заносят в блокчейн? Пока что это делается тоже через оракулы, через таких вот посредников. Но я вижу сейчас, как бы я технически... Я на самом деле еще учусь, то есть в Тоне я каждый день погружаюсь, но я вижу, что это потенциально есть возможность реализовать через экстернал сообщение. Когда ты доверяешь тому, кто тебе отправляет, ты можешь посмотреть, то есть, как вот я тебе первый пример сказал, вот я смарт-контракт отправил тебе сообщение, чтобы ты мне что-то рассказал, и ты решаешь, рассказывать или нет. То же самое ко мне что-то приходит, и я думаю, доверяюсь этому или нет. Кто мне прислал, да? То есть вот эта возможность, она появляется... Да, то есть проактивно, то есть площадки, например, которые занимаются изучением курса, они могут сами засылать информацию, типа ты можешь подписаться, например. Да, да, то есть все будет через подписи, через свои какие-то ключи, вот. Да, так что частично это будет, я думаю, решаться через экстернал сообщение. Хорошо, давай про параллелизм, параллелизм. У меня все еще не отпускает вопрос, как обрабатываются коллизии. Вот типа давай условно на свапинг, разберемся. В Тонеж наверняка тоже можно создавать свои какие-то... Да, они уже есть. Да, да, да. Токены, свапать эти токены. Ты как разработчик должен, типа, сам разобраться и сам понять, как эти коллизии избегать. Условно говоря, я один раз свап сделал, потом сразу же заслал следующее сообщение на свап побольше. И какой из них применился, как это происходит? Ты, ну, хороший вопрос задаешь, и чтобы на него ответить, нужно на самом деле глубже погружаться. Но это основная, наверное, сейчас сложность при разработке контрактов на Тоне. То, что нужно такие вещи все продумывать и просчитывать. То есть рисуются целые доски, где ты отправляешь сообщение и смотришь весь его путь. Как оно идет, как взаимодействие будет со смарт-контрактами. То есть, например, я отправляю сообщение на... Кстати, в Тоне все свое, и токены называются жетонами. Поэтому давай тогда я буду придерживаться терминологии. В английском есть слово жетон? Да. Окей. Ты отправляешь сообщение на свой жетон, который ты хочешь обменять на другой жетон. В метро поехали. Ну, окей, жетон. Нет, прикольно, прикольно. Надо привыкнуть просто. Вот. Давай сейчас попробую ее даже. Вот у тебя изначально твой кошелек просто, на котором есть у тебя тонкоины. Ты отправляешь свое сообщение... Тонкоины это тоже жетоны? Или тонкоины это исходная валюта? Окей, коины. Да. Крипто-каренс. Вот. Ты отправляешь сообщение на свой контракт кошелька. Этот контракт кошелька отправляет сообщение на твой контракт кошелька жетона. Потому что, на самом деле, там история какая, что... Ладно. Подожди, но ты не можешь жетоны хранить на том же кошельке, на котором... Нет, у тебя каждым жетоном создается новый кошелек. При том, что в эфире у тебя для каждого коина, для каждого токена один и тот же адрес. Ага, это тоже различие. Да. Окей. Дальше этот смарт-контракт с жетона отправляет свои жетоны куда-то дальше, вместе с сообщением. И начинается, на самом деле, наверное, сейчас даже словами это сложно поговорить. То есть целое дерево сообщений сформируется, где ты на один смарт-контракт отправил сообщение посмотреть, а какой сейчас курс он тебе возвращает. На другой смарт-контракт ты отправляешь значение, чтобы тебе переслали жетон 2. И этот свап происходит, в общем... Ну, и ты это все описываешь в коде самостоятельно, всю эту цепочку общения. Да. Ты описываешь всю эту цепочку, и ты описываешь все случаи, когда происходят отказы, когда что-то идет не так. Например, давай вот... Я бы попроще пример сказал. Например, когда ты хочешь просто переслать свои жетоны, я хочу, своего кошелька на твой. Как на самом деле это происходит в Тоне, и как это происходит? Вот можем сравнить эфир и тон. В эфире у тебя есть один большой смарт-контракт, где есть мапа, в котором ключ — это твой адрес, а значение — число. И, ну, понятно, ключ — это твой кошелек, значение — это баланс. Если ты хочешь поменять, например, сделать трансфер, я отправляю тебе, я отправляю на один этот смарт-контракт транзакцию, где у меня будет минус 10, там, криптовалют минус 10, тебе плюс 10. Все, это и есть трансфер. Все происходит в одном смарт-контракте. И это, кстати, вот ты спрашивал по поводу пропускной способности, все долбятся в один смарт-контракт, и это, на самом деле, очень узкая горлышко, вот, и он может расти бесконечно. То есть это мапа, чем больше у тебя пользователей, тем... Ну, пока газ есть. Вот, да, это все есть, но газ будет становиться дороже. Угу. Вот, выполнение действия будет становиться дороже. Вот, в Тоне другая история. Каждый из твой кошелек, который... То есть, во-первых, нету одного единого смарт-контракта. Каждый кошелек с жетоном — это отдельный смарт-контракт. При том, что жетон один и тот же. Да, жетон один и тот же. Там есть история, что у тебя есть, типа, жетон-мастер или жетон-минтер, вот, который, как бы, координирует это все. И есть много смарт-контрактов, жетон-воллетов. И я так еще понимаю, множество этих жетон-воллетов могут вообще быть неактивными, то есть еще не созданными. Ну, конечно. И ты можешь заранее знать, каким будет... Я могу заранее... У тебя еще нету жетона. Я заранее знаю, какой у тебя будет адрес твоего жетона-воллета. И я отправляю сразу тебе на этот кошелек, и заодно диплою для тебя его. Ну, давай, продолжим мысль. Давай-давай-давай, закончим. Я потом еще позадаю вопросы. Вот. И как происходит, вот, еще раз, трансфер. Мы сейчас говорим про трансфер в эфириуме. Ну, разобрались, да, там понятно. Здесь я отправляю сообщение на твой кошелек. В этот момент у меня списался мой жетон. Сообщение в пути. И вот в этот момент может что-то пойти не так. Например, там, не знаю, у тебя... Сдохла нода с мячом. Что-то произошло, да? Бывает. Ну, вряд ли. Скорее всего, какая-то логика ошибочная. Не знаю, какая-то... Что-то произошло. Может быть, куча вариантов. Например, там, твой смарт-контракт... Я не на правильный адрес отправил, например. Там, как-то... Не существующий. Не как пользователь, а как программист, там, ошибку сделал. Ну, допустим. Вот. И у меня... Мне нужно вернуть как-то мои деньги назад. Логично. Вот. И для этого есть история, что помимо вот обычных... Internal сообщений, я говорил, они тоже разделяются на два вида. Есть сообщение как Bounced, которое отскакивает. Есть сообщение, которое идет вот прямо всегда, да? По пути, который ты считаешь... Который при хорошем раскладе. А в случае, если что-то происходит не так, и ты это тоже программируешь, будет отскок, будет сообщение возвращаться назад. То он это гарантирует. Это вот как раз история вот его... Что точно будет доставка сообщений, она гарантирована. И у тебя как бы баланс снова приплюсуется твой. Вот. Ну, подожди. Ну, получается, если ты будешь как программист закладывать сообщение не Abounce, то у тебя просто будет течь твой кошелек, твой вот этот майн-кошелек. У тебя просто будут токи, жетоны уходить в никуда. Если там... Если они не уйдут никуда, потому что ты, когда отправляешь сообщение, ты отправляешь ее на... Все равно на какой-то адрес, который, предполагается, будет смарт-контрактом. Если не произойдет там... Если смарт-контракт не настроен на то, чтобы принять твое сообщение, у каждого сообщения есть свой как ID-шник, вот, идентификатор, или это называется там... То есть, типа, если тот смарт-контракт тебе, например, не доверяет, я так понимаю? Если он даже просто не умеет... Вот я говорю какое-то сообщение, а ты не понимаешь сообщение. Все, это уже произойдет отскок. Просто за счет того, что меня не понимаешь. А, то есть ты не... Не ты, как программист, задаешь тип этого сообщения, да? А оно, типа, приобретает этот тип... Я задаю. Я говорю, мое сообщение, а ID-шник, там, такой-то. Я отправляю это сообщение. Я сейчас про тип говорю, про bounced и не bounced. Да. Ты, как программист, не задаешь какого-то типа это сообщение, bounced и не bounced. Это просто характеристика этого сообщения, например. Я могу отправить... Нет, я могу это тоже задавать, на самом деле. Я могу это задавать, но я рассказываю сценарии, то есть, когда я... Как в тоне реализован жетон. То есть, что я отправляю сообщение, трансфер, у меня списывается мой баланс, в этот момент ты его по какой-то причине не смог принять из-за какой-то ошибки. И я уже у себя, да, настроил, что... У меня есть логика, что я принял отскок. Потому что если я не настроил вот это принятие отскока, будет все, потеря денег. Я могу настраивать свой смарт-контракт только на сообщения, которые ко мне приходят. Хорошо, с этим понятно. У меня тут еще, знаешь, какие вопросы. Во-первых, в эфириуме понятно, ты долбишься в один смарт-контракт, ты заплатил газу за то, что вот в эту транзакцию вписался. Тут у тебя, может быть, миллион сообщений. Туда-сюда ходящих. Как высчитывается конечная стоимость вот этого твоего... Твоего передачи, твоего жетона? Ты имеешь в виду комиссия? Ну да. Но ты же, когда отправляешь жетоны, либо что-то в блокчейн заносишь, что она в скидок понимает, ты платишь какую-то комиссию в сети. Вот как она высчитывается, когда у тебя это сообщение может пройти 50 этапов? Да. И так как это у тебя... Здесь вопрос, кто платит. А кто будет платить за все это? Возвращаемся к той штуке, оплаты за хостинг смарт-контрактов. Как это работает вообще? Либо ты изначально, когда посылаешь свое сообщение, ты знаешь весь этот путь. Ну, как разработчик. Естественно, не как пользователь. Как разработчик ты просто заранее заложишь в сообщение, сколько нужно еще денег послать. Либо ты закладываешь, что вот, зная весь этот путь, который пройдет, и сколько нужно будет тонкоинов заплатить по пути, каждый вот по пути будет передавать, чуть-чуть у себя взял на выполнение, отправляет дальше к следующему смарт-контракту и как бы пересылает все, что осталось. Каждый смарт-контракт у себя сколько-то оставляет? Ну, он не оставляет, он использует эти деньги, чтобы там логику свою выполнить и отправить дальше. А, использует он, потому что он, типа, он тратит время, а мы платим за время аренды. Он... Смарт-контракт. Я просто пытаюсь понять... Ну, например, ты изменил его сторидж, ты изменил его стейт. Вот. Это за это надо заплатить. Почему? Почему ты за это должен заплатить? Потому что валидатор... Потому что валидатор... Смарт-контракт работает какое-то время, обрабатывает эту операцию. Да, да. И в этом есть смысл оплаты за хостинг, типа оплаты за время выполнения смарт-контракта или нет? Так, давай мы вернемся немножко на шаг назад. Давай. Мы, когда платим комиссию, мы платим за то, что валидаторы обрабатывают твое сообщение. Не сообщение, даже вот... Когда ты что-то изменяешь в блокчейне, ты должен заплатить комиссию. Точно так же. Ты отослал биткоины, все, это транзакция, которая должна существовать, которая имеет место в блоке. Все, ты за это заплатил валидатору. То же самое. Мы сейчас отправляем... Только если мы переходим в сообщения, сообщения тоже должны существовать в блокчейне. Они тоже сохранятся. За это нужно тоже платить. Когда ты отправляешь свое сообщение на смарт-контракт, ты отправляешь вместе с какими-то деньгами. И смарт-контракт принимает твое сообщение, принимает и деньги. Дальше в его логике, например, отослать свое какое-то сообщение дальше другому смарт-контракту. Он от этого чуть-чуть отщипнул, зашел сюда, пошло дальше. И вот так вот всю цепочку, весь баланс потихоньку каждый возьмет, чтобы были деньги за то, чтобы заплатить. А стоимость у каждого смарт-контракта, она типа разная может быть? Ну да, конечно, зависит от логики. Так, хорошо. Это все проще. Как это связывается с тем, что ты как разработчик смарт-контракта должен платить за вот это размещение своего смарт-контракта? То, про что ты говорил в самом начале. Типа оплата за хостинг смарт-контракта. Да. Есть... То есть я как пользователь, который владеет кошельком активным, когда я уже отправил транзакцию, а получается, ты еще должен платить за то, чтобы этот кошелек существовал? Да. Да, это правда. Ну вот в Телеграме, я когда пользовался методом, никто не написал, что я должен заплатить сколько-то за подписку на кошелек. Скорее всего, ты пользовался... Ну, смотри, кастодиальным, наверное, кошелек. Ну да, да, да. Это первое. То есть за меня Телеграм платит? Типа он, хостик. Ну, там такие деньги, там микро платежи, там история, что ты один цент будет у тебя чуть ли не год держать. Ну, ладно, может, чуть-чуть другие цифры. Ну, условно, 80 миллионов пользователей у Телеграма по одному центу смотришь уже... Нет, а там другое. Там же они... 800 тысяч. Если это кастодиальный, то они не создают каждому кошелек. Это не смысл. Ну, как и Binance. А, все, понял. У них один здоровенный... Ну, не один, типа несколько таких агрегирующих, я понял. Да. То есть там... Но если у них появится некая стадиальная кошелька... Вот, то пользователи сами будут платить за аренду. Ну, то есть у тебя в любом случае там лежат тонкоины. За аренду смарт-контрактов я плачу. И, соответственно, я так понимаю... Я пытаюсь понять, как тут сходится баланс. То есть, с одной стороны, моя транзакция как пользователь уходит по разным смарт-контрактам, и от моей комиссии к каждому смарт-контракту что-то перепадает. С другой стороны, каждый из этих смарт-контрактов еще платит аренду. Это их собственный сторидж. Вернее так, это их собственные расходы на сторидж. Что за сторидж такое? Что это такое? Ну, просто вот у тебя есть переменная, и в ней какое-то значение. Чем больше этих переменных, тем больше ты платишь за аренду. Да, и нужно за это платить, что ты там хранишь какое-то значение. То есть ты... Все, я понял. Ты платишь за сторидж, не за время исполнения смарт-контрактов, а за сторидж. За время исполнения ты платишь валидатором, я так понимаю. А что ты имеешь в виду под временем исполнения? Ну, типа, ты присылаешь на смарт-контракт какую-то информацию, и этот смарт-контракт должен выполниться валидатором, для того, чтобы там дальше сообщение пролетело. То есть, байт-код должен отработать. Да, окей. Ты вот за эту отработку платишь же кому-то? Да, конечно. Кому, валидатором. Да. Все. Здесь еще какой-то интересный момент, что я покупал себе домен на Тоне, на блокчейне, и это тоже отдельный смарт-контракт, то есть, и была недавняя история, что нужно было чуть-чуть пополнить баланс этого домена, чтобы он у тебя не сгорел. Потому что, если он у тебя сгорит, он снова выставится на аукцион. Вот. И, ну, это как решается. На самом деле, интересная история. Любой NFT, любое, что у тебя там есть, нужно чуть-чуть пополнить баланс, это тебе напоминает сам кошелек. Вот. У меня недавно такое было. Я приблизился к тому, что мой сторож заканчивался. То есть, получается, какой-нибудь владелец суперкрутого смарт-контракта, который все пользуются, может просто, извиняюсь, продолбать сроки, и потом какой-нибудь чувак быстренько сделает такой же и будет иметь всю славу? Такого не будет. Там это защищено тем, что... Другой адрес будет? Там это защищено тем, что адрес смарт-контракта исходит из того, какой был initial state, то есть изначально его сторож. Например, вот я написал смарт-контракт, где я владелец. Изначально я его вот таким деплою, что вот я там владелец, вот такой-то код. Все. Не может злоумышленник подставить себя владельцем, иначе это будет другой смарт-контракт. Понятно. Но тут не надо бояться, на самом деле можно все восстановить, даже если у тебя твой смарт-контракт сгорел, его можно восстановить. Окей. Объясни еще чуть подробнее, как происходит вот этот детерминизм твоего будущего адреса. То есть все, что система знает в твоем приватном ключе, наверное, уже нет? Нет. Ну, как это происходит? Потому что тут не зависит от того, кто деплоит. Тут весь детерминизм завязан на два компонента. Это код смарт-контракта и какой у него будет первоначальный сторож. Значение переменных, которые в этом смарт-контракте. как-то узнают значение всех переменных, мы помним, они инкапсулированы, то я смогу создать точно такое. А ты не создашь. Но если у меня... Он будет уже создан. А если он истечет? Пересос... Ты его... Ты его... Да, ты его обновишь. Обновлю. Ага, ага, ага. То есть исходя из кода и из переменных мы получаем, ну, условно говоря, хэш какой-то. Ну, так и есть, да. По определенному. Это, по сути, есть хэш и все. Да. Так, интересно. Прикольно. Хорошо. И еще второй вопрос. Вот это вот... То, что переменные инкапсулированы. Угу. Я немножко не понял, как этот механизм работает. То есть ты же, по идее, для того, чтобы твоему смарт-контракту доверяли, ты его, наверное, должен куда-то выложить, показать, как он выглядит. Угу. Тоже есть такое, да. Но в то же время настройки этого смарт-контракта в виде, типа, переменных, я так понимаю, ты никому не показываешь? Нет, все показывается. Все открыто. Ну, они же инкапсулированы. Ты говоришь, другие смарт-контракты не могут узнать настройки. Они не могут узнать значение? Значение. Ну, вот тут восходи в гитхаб, посмотри значение, нет? Ну, есть название переменной, но ты же не знаешь, какого назначения. Мы же об этом... Я об этом говорил. То есть ты... А как это реализуется? Вот у тебя аж весь блокчейн на виду, ты его берешь и читаешь? Это не про приватность. Это про... Да, смотри, есть вот смарт-контракт, у него есть какой-то сторож, и если ты со стороны клиента, ты можешь без проблем читать его значение. Это реализовано только для... Это правило только для других смарт-контрактов. Людям можно. А, я понял. Вот, человек может читать, другой смарт-контракт не может это делать. Это сделано в том числе... Ну, тут такая история, что если ты не доверяешь какому... Если ты прописал, не доверяй... Доверяй только этим смарт-контрактам, ты только им и расскажешь, потому что там уже логика задействована, последовательно. А вот этот механизм доверия, он... Ну, ты же... Ты как разработчик какой-то смарт-контракта, ты же не будешь на будущее прям все смарт-контракты перечислять, которым ты будешь доверять? Ты же не знаешь, какие еще появятся. Но за счет детерминирования ты знаешь то, какой должен быть адрес тех смарт-контрактов, с которыми ты будешь работать. То есть ты, типа, вычисляешь хэши смарт-контрактов, код которых тебя устраивает, и вшиваешь их, или как? Ты по... Да, да. Ну, тогда мне непонятно, например, как... Нет, чтобы не вшиваешь только. Ну, вот как, например, Оракулы работают? Они же тоже, по идее, должны доверять тем смарт-контрактам, которые к ним обращаются. Тут скорее даже, знаешь, может, неправильно я говорю, может, не про доверие скорее, а про функциональность. То есть если у нас есть функциональность обычного жетона, где нужна пересылка монет, то логично, если твой жетон-воллет, твой смарт-контракт жетон-воллет будет работать только с другими жетон-воллетами. Ему не нужно работать с кошельком. То есть по типу, да? По типу. Он не каждого... Он не каждого... Ты прописываешь не каждого потенциального владельца этого жетона, а ты прописываешь просто, что, типа, я работаю только с теми, кто вот с моим жетоном может работать. Да, набор правил. То есть основания не нужны? Окей. Потому что тебе нет смысл... Ну, то есть... Да, во-первых, здесь и нужна защита определенная, то есть чтобы с твоего баланса... Ну, нет, тут надо код показывать. А код посмотреть можно у тебя в бесплатном курсе, кстати говоря. Кстати говоря... 10 уроков примерно на 10 часов, да? Ну, по полчаса вроде, 25 минут в среднем. А еще можно прийти на хакатон. А еще можно прийти на... И попробовать руками. На хакатонберфест, вот. И познакомиться со всем этим, где мы, да, будем очень дружелюбно, долго все рассказывать, показывать и объяснить. Ссылочка на хакатон будет первой в описании, в конце мы еще подробнее про него поговорим. Последний вопрос по технической части, который мне не дает покоя все наше интервью. Если тонн — это асинхронное сообщение, то отображается ли это асинхронщина в коде? Работаешь ли ты там с асинками, с аэйтами, со всем этим, чем мы в джаве, в дутнете видимся и в джаваскрипте? Это очень похожая история. И, конечно, асинхронщина в смарт-контрактах такого нету. Смарт-контракт просто что-то сделал, и все, он ничего не ждет. Это настраивается таким образом, что, ну вот, например, ты отправил сообщение, и ты просто знаешь, что придет какой-то в ответ, и у тебя смарт-контракт просто готов к этому принятию, и что будет делать, когда это сообщение придет. А, ну то есть у тебя есть блок кода, который обрабатывает пришедшее назад сообщение? Да, да. То есть это не так, что ты останавливаешь выполнение либо передаешь на другой поток, вот это вот все, пока ожидаешь ответ. Это про асинхронное сообщение, а не про асинхронное выполнение кода? Да, асинхронное выполнение кода тут нет. Нет. Свою-свою. Сейчас выдам типа свою мысль, которую ты на самом деле за кадром озвучивал, то, что получается эфириум, смарт-контракты эфириума похожи на монолитные решения, а то, что происходит в Тоне, похоже на микросервисные решения, которые у тебя много смарт-контрактов, все друг с другом общаются. Это действительно так выглядит. Да, все так. Можно, на самом деле, подытожить разницу разработки, что эфириум ты пишешь какой-то большой монолит, который может взаимодействовать с другими монолитами, с другими сервисами, а разработка каких-то смарт-контрактов на Тонн это сразу разработка микросервисов. У тебя как бы других вариантов нет. Потому что есть такая история, что ты не можешь бесконечно расширять сторож одного смарт-контракта. То есть рано или поздно ты упрешься в лимит. В лимит, потому что это дорого будет? Или почему? Это да, ты не сможешь отправить транзакцию, чтобы выполнить. Да, все так. Так, хорошо. С другой стороны, давай еще вспомним про треугольник. Децентрализация, пропускная способность, масштабируемость. И Тон в этом треугольнике в какую сторону больше клонится? Ой, Тон, кстати, интересно. Или он вообще не подходит под этот треугольник? Тон как будто его расширил, треугольник. То есть он смог решить много вопросов. Ну, окей, справедливости ради, стоит сказать, да. Он все-таки достаточно централизованный сейчас. Вот, я про это хотел спросить. То есть это выглядит как будто бы напускание шор на глаза. Типа, смотрите, у нас микросервис, децентрализированная разработка, с одной стороны, с другой стороны. Как бы де-факто Тон разрабатывался, условно, под Телеграм. И как бы все мы понимаем, где он в основном сейчас используется. В Телеграме. Это правда. Это просто факт. То есть все-таки Тон сейчас, ну, мое мнение, он больше, более централизированный, чем эфириум. То есть это спорить здесь смысла нет. Вот. Если говорить про его будущее, здесь уже можно много спекулировать, но... Ну, чего-чего. Ну, смотри. Плюс мы же не знаем, кому раздавались Тон Коины для того, чтобы люди становились валидаторами. Мы не знаем. Тут мы можем, кстати, вот задачка рассказать. Вот Тон запускается. Он сразу запускается как... Это одна из критик Тона, то, что я слышал. То, что, типа, непрозрачная токеномика, непонятно, кто владеет токенами. И это справедливая критика. Подожди, действительно непонятно? То есть это не то, что Павел Дуров владеет всем и потом раздает? Не, ну, Дуров здесь вообще... Вообще ни при чем. Это вообще миф какой-то, да? Ты что, конечно. А кто владеет? Тон Фаундейшн? Конечно. А кто такие Тон Фаундейшн? Это ребята из Телеграма? Да, Дуров там Телеграм строит. Тут немножко надо пояснить вообще. Тон Фаундейшн, организация, которая, собственно, продвигает Тон, разрабатывает его, она напрямую уже связана с Телеграмом или нет? Или это неизвестно? Это официально нет. То есть официально неизвестно. То есть официально появилась какая-то группа людей, которая делает как бы заказную сеть для Телеграма? Нет. Они делают свою сеть. Но Телеграм главный консюмер. Но Телеграм сейчас с ними взаимодействует. Это официальная такая позиция. Но де-факто мы не можем проверить, кто является валидаторами, как там раздавались эти монеты и доказать, что условно все валидаторы независимые друг от друга. Ребята, независимая Телеграма в первую очередь. Нет, ну так, конечно, мы не можем. Мы не можем доказать это просто потому, что мы же живем в блокчейне, и мы не знаем, кто есть ху из ху. То есть мы не знаем, кто есть под каждым валидатором. Но давай вернемся к изначальному вопросу. Как доказать, что это не напускная децентрализация у Тона? Можно ли доказать, что там основные решения Тона принимаются не ключевыми, например, людьми из Телеграма? Смотри, я понял. Давай я расскажу то, что я знаю уже на своем опыте. Я не могу говорить за... Да и вообще, как валидатором стать в Тоне? Да, ты можешь... Во-первых, здесь история про то, что ты можешь стать валидатором. Это уже хорошо, потому что есть истории, когда этого сделать нельзя. Это дорого? Есть только... Это нужно тебе, по-моему, 300 тысяч тонкоинов. То есть 300 тысяч, 600 тысяч долларов примерно. По текущему курсу даже больше уже, 900, наверное. Надо умножить. Сколько сейчас курс надо проверить? Ну, 2,5 примерно. Выведешь на момент, когда будет выпуск. Вот, и все, ты стал валидатором. Ты... Ну, 900 тысяч баксов, это как бы ого-го. Ну, они же изначально, у них история была в том, что они не хотят работать с мелочью, хотят, чтобы было больше профессионалов, больше людей, которые... То есть именно поэтому когда-то были закрыты аукционы, куда могли прийти инвесторы с крупными бабками и приобрести себе тон. Ну, да, конечно, зачем как бы продавать? То есть на самом деле гораздо проще работать с профессионалами, чем работать с хомяками. Хомяки могут слить в момент. Понятно, хомяки те, кто плохо разбирается. Да, и на панике. А это... У меня вопрос тогда, с другой стороны давай подойдем. А как это решил эфириум? То есть, ну, условно, там, Виталик Бутерин, он же создавал эфириум, и у него были все эфиры изначально. На самом деле... Он что, в открытую говорил, вот этому чуваку дал, вот этому дал, идите, посмотрите, что они как-никак со мной не аффилированы? Эфириум изначально запускался на Proof of Stake. Все, понял. На Proof of Fork. На Proof of Fork, да. И там уже от майнеров, у кого больше вычислительное... Уже майнеры, как бы, зная о биткоине, зная, как это все работает, начали майнить эфириум просто потому, что это стало выбранным... И поэтому там это прозрачно. ...новый хайп, да, и все понятно. А тут сразу Proof of Stake? Нет. У них тоже была попытка. На самом деле, по такому же пути, как шел эфириум, то есть у тебя вот задача. Ты вот к своей команде разработчиков сделал, запускаешь свой Proof of Stake проект. Чтобы сообщество могло добывать эти монеты, а не только покупать их у тебя, они должны их... Ну, как им это сделать? Например, они могут у тебя купить и потом застейкать. Но это странная история, да? То есть нужно как-то, чтобы новые монеты появлялись у людей, чтобы они как бы в массы шли. Вот у тебя вариант. Ты можешь всем раздать бесплатно, но, скорее всего, это все сольется на всякую... То есть все, и проект они могут уничтожить твой. Вот. Вот как бы ты решил эту задачу, кстати? Ну, интересно. Ну, почему не запустить сразу Proof of Work на... Вот они и запустили. Они запустили изначально, у них все было... Можно было майнить тоны? Не то, что можно, они майнились. Первые тоны, они майнились. А почему? И это была открытая информация? Любой мог подключиться и поманить? Да, любой мог подключиться, любой мог смайнить себе сколько угодно, любой майнер или даже... То есть вот в этом на самом деле и критиков, потому что непонятно, кто там намайнил. Но на майнивить мог кто угодно. Но почему-то это такое... То есть я четко помню, что будут закрыты торги, будут приниматься инвестиции и продаваться тонкоины за эти инвестиции. Но я не помню, чтобы было объявление того, что у нас запускается майнинг. Это потому что я просто не следил или действительно там инфоповод разного уровня был? Это было раньше. Это было... То есть... Это было еще, когда можно было майнить? Ты говоришь про тон, который был в 18-м году. Да, это не тот тон. А сейчас тон, который в 23-м году. Ну, или чуть раньше. И в чем разница? И, ну, просто разница в том, что тон, который запускал Павел Дуров, он запускал... Был план такой, что ты привлек инвесторов крупных. Вот как раз история. У тебя есть крупные игроки. У тебя есть люди, которые купили на большую котлету. Всем же, в том числе, почему не было возможности купить у всех. Это, кстати, сейчас нужна ремарка. Это мои предположения. Да, понятно. Ты же вообще... Ну, это не аффилирован тон фаундейшн. Да. Мои предположения в том, что ты привлекаешь крупных инвесторов. Они заходят на крупную сумму потому что только для той причины, чтобы они могли стать валидаторами в этой сети. Так. Больше у тебя с разных сторон, с разных стран крупных валидаторов. Твоя сеть децентрализованная, все классно. Это было в 18-м году. Да. И тогда это уже был proof of stake. Да, изначально сразу proof of stake. Так. Вот. Эта история не сработала. Так. Потом ты спросишь. Вот. И тон, когда запускался сообществом, уже не было инвесторов, да. Нужно было придумать, как это запустится теперь. Извини, а те деньги, которые инвесторы уже проинвестировали тогда, их потом обратно отдали? Или там неизвестная история? Там история закрытая и такая, но то, что там знаю по слухам, эти инвестиции конвертировались в облигации Telegram. А, окей. То есть как-то они там договаривались, ну это такое. Закрытая идея. Ну, давайте тогда все-таки сейчас поговорим про эту историю немножко. Это у Паши Дурова это не получилось. Там были еще проблемы с законодательствами в некоторых странах, в частности США. Но США, тут надо сказать, в США в принципе очень проблема с криптовалютами, с любыми все. Если вы живете в США, то у вас все очень плохо с любой криптой. И, собственно, проблемы у Павла Дурова с этим возникают. Вот он запрещает, по-моему, в США тон в принципе. И дальше что происходит? Как появляется вот этот тон-фаундейшн, переход к proof-of-work и дальнейшему? Да. Ну, давай начнем с того, как это было, в чем вообще был запрет США на тон, когда эта история... Я за этим, кстати, активно следил. Я еще с того момента тоном был увлечен. И глобально вопрос был в том, что есть security токены и есть utility токены. Security токены – это типа как акция, когда ты запускаешь свою криптовалюту, чтобы собрать денег для своей компании и что-то с этим делать. Как IPO, только ICO, что было. И если ты так делаешь, то чувак, типа, США говорит, ты самый умный что ли? У нас есть правило для тех, кто делает IPO. То есть, на это твое ICO, иди на IPO и не дури голову. Нет, ты делай ICO, но соблюдай все те же правила. Проходи все те же регуляции, все те же подтверждения получай. Особенно, ну, ты же хочешь деньги американцев. А IPO – это достаточно сложный процесс, чтобы выйти на IPO. И, соответственно, на этом процессе многие, многие погорели. В том числе к Telegram была претензия именно в этом, что, мол, твой токен – это security токен, потому что ты как акцию компании продаешь. Но на самом деле… Ну, а второй токен – это utility, это как биткоин. То есть, это как криптовалюта, которую ты используешь для платежей, для сохранения стоимости. То есть, это не про акцию. Это точно не акция, да? Нету никого, кто мог бы сказать, что это, там, есть компания какая-то, у которой вот то же самое и с эфириумом. Кстати, вот здесь хороший вопрос. Почему эфириум тогда не security? Если США сказала, что тонны security для Telegram, то почему тогда эфиры… А для кого эфириум мог быть security? Ну, для эфириума foundation. А, ну, окей. То есть, это история, когда вот весь судебный процесс был про то, что SEC говорила – это security, а Telegram говорила – нет, это не security, потому что нашими тоннами оплачиваются комиссии за газ, потому что у нас платформа, где можно создавать смарт-контракты, приложения, и за это нужно платить. Это платформа, где можно запускать свои… где можно свои файлы выгружать в Tone Storage и какие-то деньги платить за это. Это про тонн-сайты, где ты можешь платить, и все за ToneCoin. То есть, это utility. Ты используешь эти деньги для конкретных нужд, которые вот вокруг этой всей The Open Network, или Telegram Open Network было, росло. Вот это был большой судебный процесс. Все. Telegram – ну, это официальная версия, почему их… почему они проиграли. Неофициальная. Неофициальная версия мы спросим у Павла либо Николая Дурова. Когда-нибудь. Надеемся скоро. Дальше что происходит? То есть, происходят эти вот запреты из-за security токена. В какой момент появляется Tone Foundation? Да, после запрета, после того, как выносится приговор, весь Tone выходит в open source. То есть, его выкладывают для сообщества. Говорим, ребята, да, мы проиграли суд, но мы надеемся, что децентрализация и все эти ценности сохранятся, и вот мы выкладываем свой код, мы не можем продолжать этим заниматься. Все. Прямо на GitHub? Прямо на GitHub ты можешь зайти, все это, можешь свой тон поднять, если хочешь. Но, тем не менее, репозиториями GitHub'а все равно управляют те ребята, которые создавали тон, которые аффилированы Telegram'ом. Да. Окей. Ты имеешь в виду прямо сейчас? Ну, на тот момент, как минимум. Ну, форк они… То есть, нет, сейчас уже, да, есть… Ты же форкаешь, когда реприи создаешь свою компанию. А, то есть, Tone Foundation образовался, сделал форк с того, что выложил Telegram, и… Да, сейчас этим занимаются, да. То есть, произошел, в принципе, такой полный ребут на той же кодовой базе. Да. Люди, которые в Tone Foundation'е сейчас состоят, мы их знаем? Ну, Андрей Рогозов. То есть, мы можем проследить их аффилированность Telegram'ом? В каком смысле имеешь в виду? Те люди, которые работали в Telegram'е, что они сейчас работают в Tone? Да, да, да. Ну, этого неизвестно официально. То есть, я… То, что вижу, это… Нет уже контрактов. То есть, как ты это поймешь, кто там работает? Не, я просто… Я про официальную версию говорю. Я говорю, что, по идее, после такого запрета, когда Tone делает такой ход конем, это дает в Open Source, по идее, в Tone Foundation'е должны быть люди, в том числе, которые там с Telegram'ом не имеют ничего общего. И так, скорее всего… Так и было. Так и было. И мы этих людей знаем. То есть, мы можем прям пойти и по синтам посмотреть, что там… Да, ну, и ВКонтакте перешло туда. То есть… То есть, ну, они же… Ну, они не аффилированы с Telegram'ом. Ну, да, они аффилированы с чем-то похуже. Ну, ладно. Порадуемся за тех, кто из этой помойки ушел хоть куда-то в нормальное место. Так, хорошо. Tone Foundation появляется, перезапускает. Это происходит в каком году примерно? Это происходит, кажется, в 20-м, 21-м. Я вот здесь точно могу ошибаться по хронологии. На самом деле, там была история же какая, что было несколько тонов, и некоторые, я знаю, там были и мошеннические истории, вот. Но в итоге сейчас остался один, остался один вот The Open Network. Вот переименовали, да? Telegram Open Network. Да. Ставили The Open Network. И потом они… Ну, то есть, как хронология была, они сначала получили домен Tone.org от Дурова. Они их благословили, сказали, ребята, занимайтесь, мы вас верим. Ну, короче, Дуров, получается, сделал гениальный ход к нему. Он как бы вроде отдал Open Source, а с другой стороны все равно Telegram главный консюмер. Так и есть, да. Еще немножко про сам процесс программирования смарт-контрактов на Tone. Так, с виртуальной машиной мы вроде разобрались, это штука, которая на валидаторах существует, запускает смарт-контракты, Байт-код. Причем я там вроде как читал, у Tone, он не байт-кодом называется, это по-другому, по-моему. У Tone есть все по-другому. Так. Ты хочешь в это углубиться? Конечно. Низко уравниваешься. Конечно. Давай начнем с языка программирования. Давай. И давай с их истории, потому что я понял, что за все время существования Tone там уже несколько языков у вас сменилось. Я сначала прочитал про фанк. Фан-си. А, фан-си он называется. Ну, видишь, я фанк. Я люблю фанк, слушать фан-си. Да, фан-си, и что-то там еще было вместе с фан-си. Тоже на FH это что? Давай начнем по хронологии. Ну, давай. Сначала был только FIFT. FIFT вот, FIFT. Да, это это был, это первое, с чем я начал знакомиться с Tone, и я не смог разобраться, потому что это ассемблеровский язык, по сути. Это уже было после 25, это уже в новом Tone, да? Это было и в старом Tone тоже. Был FIFT, и было уже выложено какие-то документации по этому языку. Это история, когда ты работаешь на самых низких уровнях, как вот типа на ассемблере ты... То есть это по сути язык команд для виртуальной машины, можно так сказать. Да, это вот если ты работаешь там с ячейками памяти, с какими-то процессорами в классическом типа программировании, то что-то подобное только на смарт-контрактах, когда ты там задействуешь вот эти вот самые низкоуровневые истории. Вот. Только этот язык был. Все. И на нем писали смарт-контракты. Я не смог на этом писать смарт-контракты. Я ждал. Я подумал, ну его нафиг. Я понимал, что все равно на этом больших историй не будет построено. Вот. Потом появился FANSI. Это уже полегче. Это уже история более... Это уже высокоуровневая считается. Но считается. Ну, то есть высокоуровневая. Ну, все равно с примитивами, я так понимаю, работает. Это уже больше похоже вот на C. Так. Это функциональное программирование, где ты... Где нету тех вот наших любимых объектов, где у них есть какие-то вот свои методы и так далее. Это... Это все еще не подходит для разработки чего-то крупного и большого. Со мной сейчас могут многие там из комьюнити, возможно, некоторым нравится FANSI, они только на FANSI пишут. Но я знаю по опыту разработки своему, когда ты пишешь там большие истории на смарт-контрактах, то это не пойдет. Ну, понятно. Чем ниже уровень, тем меньше программистов, которые с ним работают. Да. Просто в силу сложности. Да. И было принято решение, что нам нужен еще один язык. Это такт. Сейчас вот курс я сделал именно по такту. Вот. И это вот уже та история, когда любой разработчик может начать входить в тон максимально просто и понятно. Вот. Где есть понятный синтаксис, где есть абстракции нужные, да, вот мы же говорили про сообщения, вот там есть эти необходимые нам абстракции для взаимодействия, для того, чтобы смарт-контракты взаимодействовали при помощи сообщений. Вот. Есть даже наследование, ну вот все вот, что мы... То есть там даже с ООП-шечкой что-то перекочевало? Что-то ощущает, да. Похоже на Java? Это C-подобный язык? На что он похож? Вот. FANSI похож на C, а такт похож на... Ну на Solidity немножко похож. А Solidity на что похож? A Solidity похож на JavaScript, да, ну амтипизированный язык, то есть похож на ну что-то вот простое, типа JavaScript, короче C-подобная штука. Да, TypeScript скорее даже. TypeScript. Вот, кстати, можно здесь аналоги привести, что такт это как TypeScript для Java, то есть если Java все равно, конечно, в конечном итоге запускается FIFT, да, который компилируется в байт-код и так далее, то вот здесь та же история. Когда ты пишешь на такте, это все скомпилируется, на самом деле сейчас история такая, что это компилируется в FANSI, а с FANSI, FIFT, и так далее запускается контракт. В этом есть свои споры, почему это так делается, но пока что язык новый, и для того, чтобы все правильно сделать, эта цепочка сохранена. Это очень смешно, что ты как бы столько языков, и все проходит. в конечном итоге будет, что такт преобразовывается будет сразу. Тут же как бы с точки зрения рядового программиста это выглядит странным, потому что вроде как это на скорость выполнения программы влияет, но с другой стороны у тебя смарт-контракт один раз преобразовывается, так понимаю, машинный код записывается, а дальше он исполняется виртуалкой вот в этом машинном коде. Да, конечно. Тут вообще не надо думать про скорость выполнения, потому что у тебя там куча интерпретаторов. Все так. Это прям прикольно. Это просто интересный этап развития, что вот так сейчас происходит, что сначала все языки проходим, до того, как смарт-контракт исполнится. Тебе к разработчику нужно разбираться в особенностях работы виртуальной машины? Типа, чтобы знать, что твой код не течет по памяти, там, узнать какие-то характеристики того, как, не знаю, какая там разрядность у этой машины, там, ИН32, ИН16, вот это вот все. Да, это все, ну, это не сложные вещи, это то, что ты изучаешь на старте, ты, ну, например, асинхронность, это тоже же история про то, как работает виртуальная машина, про то, как она исполняет свои логика их смарт-контрактов. Вот, поэтому, ну, давай так, что надо, что надо вот, типа, знать, это понимание, как исполняются сообщения, что есть, за сообщение нужно платить, что на смарт-контрактах есть какой-то какое-то количество денег, которые ты платишь за аренду, да, за то, чтобы он сохранялся, что есть деньги, которые исполняются, ну, закладываешь на комиссии, вот, что есть сообщения, которые отскакивают, есть сообщения, которые там должны дойти до конца, вот, про разрядность ты спросил, есть, ты закладываешь историю, что когда тебе, например, есть переменная, в которую ты понимаешь, что там не будет больших чисел, ты предпочитаешь поставить небольшую разрядность, чтобы не использовать много сториджа, много памяти, потому что тогда будет дороже платить аренду за хранение, то есть если ты там понимаешь, что максимум у тебя будет условно число в диапазоне от там минус 254 до 254, то ты выберешь такую разрядность, потому что она будет сильно дольше там храниться за... Слушай, так хорошо, а когда мы разрабатываем обычное приложение, мы обычно думаем, на каких примерно устройствах по мощности оно запускаться будет. Там условно, если triple игра, тебе нужна там видюха, мощный комп, а если это калькулятор, то там ничего не нужно. Тут ты... Ты не думаешь об этом вообще. У тебя вообще нет ограничений на мощности валидаторов. Это уже задача не твоя. Это задача валидаторов. Тут нет... Ну смотри, тут же нет... Ну просто если у тебя сложная логика твоей программы, значит ли это, что чем сложнее логика, тем больше ты будешь платить денег за выполнение этот смотконтракт? Ты будешь платить больше? За выполнение валидатору. Комиссия будет больше. При прохождении через твой смотконтракт. И тут тогда возникает прикольная штука, про которую мы в обычной разработке вообще не думаем. Мы когда пишем код, мы редко думаем про то, что мы тратим бабки. Мы написали код, продукт заработал, наш босс получил денег, мы получили зарплату. А тут получается, если ты напишешь кривой код, то ты можешь прямо здесь сейчас сжечь кучу бабок. Это на самом деле да. Это прикольно, когда ты видишь сразу... Здесь оптимизация сразу деньги. Это прям очень прямая связь. Да, так и есть. Это не пугает? Это дает определенный уровень ответственности. Но некоторых разработчиков, я знаю, это пугало. Я помню, у меня были истории, когда разработка была на эфириуме, и нам нужно было релизить что-то. И вот то, что я рассказывал, 6 тысяч смарт-контрактов, и все нужно обновить. На всех нужно послать транзакцию. Даже вот просто на этом этапе это же уже деньги. Ты уже шлешь обновления, ты делаешь релиз, и ты шлешь... Учитывая, сколько транзакция в эфириуме стоит как бы... Ну, на самом деле, я эфириуме на Солидите. Это было в полигоне. То есть все работало в полигоне, просто и та же виртуальная машина под капотом. Ну, ты как разработчик, ты же должен как-то примерно понимать, сколько твой смарт-контракт затянет денежек, и сколько диплоево затянет денежек. Как ты это понимаешь? На примере эфириума ты знаешь, сколько газа стоит та или иная операция. Ты смотришь, ты идешь на, типа, эзерскан, либо что-то подобное, и смотришь, сколько стоит этот газ сейчас, в моменте. Ты... И в среднем. Средняя его цена, и в моменте. И ты как разработчик сам это делаешь? Нет, ну я вот... Ты спросил, как я могу узнать? Я говорю, то есть у тебя есть прямая связь. Ты знаешь, ты всегда знаешь фиксированное количество газа, оно не меняется. Меняется цена за эту газу, за эту единицу газа. И в этот момент ты делаешь мультиплай и понимаешь, сколько ты заплатишь. А в Тоне? В Тоне тоже принцип. Сейчас пока что нет утилиты, чтобы считать, сколько газа... Ну, на сегодняшний день нет утилиты, чтобы посчитать, сколько будет заплачено до того, как ты отправишь. Это делается... Это еще нужно делать. То есть ты не знаешь, сколько денег заплатишь, публикуя свой смарт-контракт? Да, но тебе вернется сдача. То есть ты просто зашлешь сейчас чуть-чуть побольше, вот, и тебе возвращается сдача. Речь сейчас идет не о конских каких-то суммах? Нет, нет, нет. Ты отправляешь там, типа, ну, 0,2 тонкойна, этого достаточно. А, то есть это не 100, не 1000 долларов там? Не-не-не-не. Хорошо. Я почему спрашиваю? Допустим, я не знаю, был ли у тебя опыт разработки тонн-проектов в командах? Нет. У меня это... Нельзя сказать, что было с командой, это было с... Скорее как с заказчиком, с человеком, который... Но заказчик был компания. Ну, этого достаточно. Ты как разработчик в этом случае, ты своему заказчику рассказывал, сколько это будет стоить комиссия в твоем смарт-контакте? Они были... Они все знали. Это мой опыт разработки в команде сейчас на тонн. Это есть израильский партнер у Тона, называется Orbs или ORBC. Вот. И... Они не Диврел платформу случайно делают? Они делают тонн-аксесс, они делают... На самом деле, они много чего делают для Тона. Они там такие крутые контрибьюторы. Беконные. Вот. И, ну, вот один из моих задач, это я рассказывал, по-моему, до интервью, что когда я к ним пришел, мне дали типа задание давай нам у нас есть тонн-аксесс и он периодически вырубается. То есть это как инфура для эфириума, где ты можешь там слать запросы, посмотреть, что в блокчейне происходит или отправить какую-то туда транзакцию или сообщение. Вот. Только для Тона тонн-аксесс. И периодически вырубался. Просто нужно было перезапускать. Вот. Надо было исправить. Вот. Это моя первая работа с командой, тонн-ской командой. И они все разбираются, они шарят. Вот. привлекли меня со стороны. Я периодически, да, я с ними общался, спрашивал какие-то вопросы. Вот. Но в основном приходилось самому разбираться. Получил коммит в Тоне? Получил коммит в Тоне, да. Это прикольно. Ну, а я хорошо. А если бы ты с нуля разрабатывал смарт-контракт, я просто все еще пытаюсь понять, в будущем же когда-то наверняка будут появляться команды разработок. Вот на Хакатоне, например, будут команды разработок. Я думаю, будут люди в команде, может быть, организовываться и разрабатывать. И там, если это, можно ли это замачить на модели работы в обычном, там, в обычном аутсорсе? То есть ты как разработчик сидишь такой в команде, у вас скрам, вы фигачите смарт-контракт какой-то новый, и потом, когда вам надо релизиться, вы же должны, типа, посчитать, сколько будут стоить комиссии через этот смарт-контракт, чтобы как-то свести бюджет. То есть обычно за бюджет отвечают там какие-нибудь продаваны, какие-нибудь там менеджеры, которые с айтишкой не связаны, а тут вроде как они не могут этого сделать, потому что ты должен код понимать, чтобы понимать, сколько это будет стоить. Там просто такие суммы, это микроменеджмент уже. Это игра на спичках. То есть вопрос максимум, ну вот когда я на полигоне сделал вот этот релиз большой, да, на 6 тысяч смарт-контрактов, вопрос шел, там, а 100 долларов. Хотя 6 тысяч контрактов, типа, что-то большое. Я понял. На 100 долларов. Ну это много. А если команда только особенно начинающая, в Тоне-то еще будет копейки стоить, еще меньше. Поэтому, да, это скорее, ты просто говоришь, ну, у меня было так, я просто говорю, мне надо 100 баксов. Вот мне скидывают, я релижу. Федор, правильно, кстати, понимаю, что все эфириум-подобные сети работают, пишутся смарт-контракты на Солиде сегодня? Да, да. А в Тоне есть какие-нибудь популярные форки, кроме Тона самого? И могут ли они появиться? Они есть, и они сейчас, они переименовались, вот, насколько я знаю. Есть истории, которые делают Тон, на котором можно писать смарт-контракты на Солидите. Вот, вот такую адаптацию они делают. мне кажется, что, ну, посмотрим, такое может имеет место быть, вот, но, изучая специфики, там, как разрабатываются контракты на Тоне, как они разрабатывают здесь на эфириуме, они разрабатываются очень по-разному, и, ну, здесь уже история, насколько, там, Солидите надо переделать для того, чтобы нормально шли контракты на Тоне. Я здесь не эксперт, вот, но что-то мне подсказывает, что такт лучше справится, чем Солидите, переделанный под ТВ-бон. Слушай, ну, учитывая, что там никаких базовых примитивов вводить не надо, типа, это не такая синхронщина, к которой мы привыкли, мне кажется, ну, еще пару интерфейсов добавить, погнал. Ну, время пока, посмотрим, как это будет. Хорошо, давай вернемся к программированию. Вот ты, ты сидишь такой и думаешь, написать бы мне смарт-контракт на Тоне. Что тебе для этого надо? Ну, как-то надо какой-то environment настроить, как-то это все дело тестировать, вот как это происходит? Есть очень удобный, который, и он разрабатывается прямо сейчас, фреймворк, называется Blueprint. Это фреймворк, на котором ты можешь писать смарт-контракты, раз, ты можешь их тестировать там, будет запуск, в этом фреймворке будет разворачиваться твой локальный, как бы, блокчейн на твоем ноутбуке и прогонять твои тесты. Как это выглядит? То есть, ты что берешь? Ты берешь Visual Studio Code какой-нибудь? Ну, ты знаешь, там, Npx, Create, React, Application, не помню, команду, и у тебя создается все папочки, все структуры. То-то то же самое. Ты пишешь, не помню точно уже, команду Npm, Create, Tonal, Latest, по-моему, типа последняя версия, и у тебя поднимается вот тоже папочка, это Blueprint со своими всеми... Все, я понял. То есть, такой, окей, инструмент для запуска всей этой штуки. У тебя там сразу есть возможность, ну, то есть, ты там пишешь смарт-контракты, есть возможность это смарт-контракты, компилировать в байт-код по команде. То есть, и ты с Blueprint этим общаешься через консоль, через CeliA какой-то? Да, да. А Blueprint сам, где ты берешь, как ты устанавливаешь, через Npm? Через Npm, да, подсерегиваю. Blueprint, ты дальше через какой-то там Blueprint какую-то команду или какие-то команды? Да, ты пишешь NPX, Blueprint, Run. Все, я понял. NPX, Blueprint, То есть, это селя и пуза такая? Да. И у тебя есть возможность там скомпилировать контракты, у тебя есть возможность прописать тесты все, то есть, как этот смарт-контракт будет создаваться, как там... Это даже тесты? Да, ты прям пишешь, то есть, я создаю сейчас смарт-контракт какой-то, я делаю там перевод токена с одного кошелька на другой, то есть, там куча кошельков можешь себе в тестах прописать. Тесты на такте пишутся или они пишутся? на JavaScript. Это уже JavaScript. То есть, ты же как делаешь? Ты смарт-контракт, это история вот... А, NPM точно, это JavaScript. Помнишь? И Blueprint, это, то есть, это нервискриптовый. Да, и дальше ты уже... JavaScript, это способ взаимодействия со смарт-контрактом. У тебя есть там вот этот instance твоего смарт-контракта, ты ставишь точечку, у тебя появляются удобно все методы этого... То есть, сам смарт-контракт ты пишешь на такте. Да. А там тесты, что еще? Вот, ты потом сбилдишь это, у тебя собирается все, у тебя две вещи делаются, у тебя это компилируется фан-си, фифт, байт-код, вот, и одновременно создается такой раппер для JavaScript, вот, где ты вот классическим способом, вот класс этого смарт-контракта, и ты говоришь там, создай мне класс, создай мне вот такой смарт-контракт от этого адреса, да, например. И вот все, у тебя есть объект в JavaScript, которым ты можешь взаимодействовать с этим смарт-контрактом, отправлять сообщения, отправлять транзакции, читать... То есть ты через Google Plus еще можешь клиентское приложение сразу писать? Ну, это я про тесты рассказывал сейчас. хорошо. То есть тест, это, по сути, тоже клиент, да, только... клиент, только для тестирования. Вот, все, ты пишешь эти тесты в этом же... Это, это на самом деле, очень... Это рабочий способ, так писались, и на Ethereum, кстати, то же самое, есть Hardhead, я правильно сказал? Hard, да, Hardhead, вот, где тоже самая система, ты пишешь на Solidity, у тебя есть тесты, и здесь то же самое, ты пишешь на такте, или на Fancy, как тебе угодно, у тебя есть, у тебя есть тесты. дальше ты... возможность их запускать, запускать деплой из блокчейна есть. То есть вот, помимо тестов, ты можешь еще сразу же здесь деплойить их в блокчейн, либо в Testnet, либо в Mainnet. Они сделали, они сделали связь ADE, ну, вот, Blueprint'а с твоим, с твоей, с твоим криптокошельком на телефоне, и ты там отправляешь команду, вот, все контракты, что я написал, давай их деплойить. И у тебя связано с твоим криптокошельком на телефоне, и ты в моменте подтверждаешь транзакцию, то есть, что у этих... Это если ты в Mainnet отправляешь? Или в Testnet. А в чем разница? Что за вообще Testnet, Mainnet? Тот же самый, тот же самый нетворк, только там, там, их нельзя, эти тонкоины нельзя продавать. А как их получать? Есть кран, да, или просто, ну, кран это термин. Просто переходишь, есть бот, когда ты перейдешь и попросишь, дай мне тонкоин, дай мне тонкоинов. А, все, нет. То есть, это практически такое же по устройству. Сеть такая же, только в которой монеты ничего не стоят. Все так. Просто, просто для разработчиков, чтобы поиграться, чтобы погонять монеты, попробовать задеплоить контракты, не платя реальных денег. Но стоимости, я понимаю, там не матчатся. То есть, то, что там стоит, сколько стоит, какую ты комиссию заплатишь в Testnet, это не равно комиссии, которую ты в Mainnet заплатишь. Сложно сказать. Скорее всего... Не синхронизируется. Скорее всего, ты прав, потому что в Ethereum также было. Все зависело от цены газа в моменте. То есть, в Ethereum есть цена за газ, а в Testnet этой цены может быть сильно ниже. Да. Вот. Но так как в Tone мы не можем предсказать... Там просто другая история, там же под капотом все работает иначе. И я не могу сказать точно здесь, я не знаю. То есть, может быть, будет то же самое, может и нет. Я просто не знаю. Что дальше происходит? Ты загрузил. Да. Допустим, ты в Testnet загрузил, дальше ты можешь протестировать, что он там работает, как минимум запускается, да? Доступно. Дальше ты в Mainnet выгружаешь. Да. Что, ну, круто. Загрузил ты свой смарт-контракт. Все. Они у тебя в Mainnet, и дальше, может быть, на этом разработка контрактов закончена, и ты переходишь к разработке фронт-энд части, бэк-энд части, если она нужна. Ну, скорее всего, нужна. Вот. И все. Плюс дополнительно у тебя есть возможность написать скрипты для того, чтобы что-то еще на эти смарт-контракты поотправлять, что-то с ними поделать. А зачем? Ну, например, ты задеплоил контракт NFT-коллекции, и тебе еще нужно сминтить. Ну, то есть создать несколько... Понятно. Задеплоить несколько NFT и просто... Это ты просто скриптиками единоразово отправляешь, там, платишь какую-то NFT, отправляешь. Да. Ты... У тебя есть, это, метаданные, ну, то есть сами картинки, тебе нужно их все совместить с NFT-шками, и вот скрипт, чтобы это сделать. Это и транзакция, и... Давай по поводу бэк-энда и фронт-энда еще. Я не знаю, может, на каком-то примере можно объяснить, вот, какой смарт-контракт ты загружаешь, какой-то потом бэк-энд и фронт-энд, и как для этого пишешь. Не знаю, свапал, как-то будет сложный пример. Какой бы смарт-контракт по переводу жетонов? Вот ты написал, отправил. Да, я думаю, что... Ну, я не писал этот, ну, свап на тон, но я думаю, что... Нужен ли здесь бэк-энд? Скорее всего. Ну, смотри, давай так скажу. Есть... Всегда нужен... Всегда нужен фронт-энд, это точно. Да, для того, чтобы взаимодействовать с клиентом, да. Да. Бэк-энд часто использовался для того, чтобы быть какой-то... Ну, бэк-энд же у нас еще... Ты же обычно не пишешь прям полноценно вот это только про блокчейновская история для взаимодействия со смарт-контрактом. Обычно ты еще делаешь какую-то логику про регистрацию. То есть там какая-то приподготовка данных? Да, чаще всего это использовалось для того, чтобы все запросы не слайд на блокчейн, ну, на инфуру в данном случае, чтобы какое-то количество данных хранить еще на своем бэк-энде, вот, как кэш делать... Да, понятно. Я так понимаю, история с зашиванием приватных ключей, если это кастодиальный кошелек, например, тоже на бэк-энде работает? Да, да, 100%. Это... Тут, кстати, со смарт-контрактами, скорее всего, будет минимальная работа. Тут будет работа просто на бэк-энде, где ты там строишь систему вокруг того, как ты будешь защищать эти приватные ключи. А бэк-энд и фронт-энд уже пишутся на чем тебе за угодно. Конечно, да. То есть ты там в бутнет-любе подержал. Прикольно. Слушай, теперь у меня в голове все на место стало. В какой идее ты разрабатываешь? Я разрабатываю... Вот, к сожалению, так-то я разрабатывал Visual Studio, но вообще я люблю IntelliJ IDEA и WebStorm. В общем, да. JetBrains, это для меня в Unlove. Чего не Visual Studio Code? Вот, ну, мне нравится просто. Visual Studio Code тоже классно, особенно то, что она бесплатная и тот функционал, который она нам предоставляет бесплатно. Супер. Вот, мне нравится. Любовь пошла, начиная с того, как мерзжить конфликты. Вот JetBrains вообще красавцы, как они это сделали. Все, я с этого момента только ими пользовался. Я, как разработчик фронт-энда, могу использовать любой контракт из тона. Вот ты написал свой контракт для своего приложения. Я, по идее, могу просто пойти как твой конкурент и твой контракт тоже использовать. Да, но, скорее всего, ты, например, если я сделал контракт, например, жетона и все, что он, например, может сейчас, там, жетон-мастер, в моем случае, мы помним, да? Все микросервисы. И вот самое главное, он минтит новые жетоны и миссию делает. И я заранее заложил, что может только мой кошелек это сделать. А, то есть конкурент может взять твой смарт-контракт, он тогда будет... Ты отправишь транзакцию, но ты ничего не сделаешь, будет reject. А, все, я понял. Ты рассказал на примере своего смарт-контракта, что ты написал свой смарт-контракт, сбилдил его через вот эту вот тузу на B, начинается. Блюпринт. Через блюпринт, да. И дальше ты можешь через оберточку жооскриптовую его юзать. Если я хочу чужой контракт, через жооскриптовую оберточку у себя на фронтенде юзать, как мне этот смарт-контракт, как мне эту обертку получить? Тоже через блюпринт как-то... Ну, тебе нужен код смарт-контракта в первую очередь. Ну, он же уже в сети этот смарт-контракт есть. То есть я думал, что там надо просто адрес этого смарт-контракта какой-то отставить. Тебе нужен адрес смарт-контракта и тебе нужен... Ну, смотри, нужен же интерфейс какой-то все равно. Чтобы этот интерфейс получить, нужен код. Либо ABI. то, что мы говорили. А машинный код из блокчейна не вариант? Ты же не можешь это декомпилировать назад. То есть тебе все равно нужен какой-то интерфейс. Да, у тебя есть, но это обычно не проблема его получить. Если у тебя есть код, ты или хотя бы ты знаешь, что это примерно за контракт, какие там есть названия методов, как они называются и какие в них есть аргументы. Да, то есть такие истории возможны. Вот. Да, все, что нужно, это контракт и обертка. А когда внутри своего смарт-контракта ты с другими смарт-контрактами взаимодействуешь, как ты их там вызываешь? Вот это интересная история. В эфириуме ты это делал, ну, грубо говоря, там, вручную. У тебя мог твой смарт-контракт хранить или твой бэк-энд хранить там какие-то логики, ну, то есть ты там хранишь адреса, с которыми надо взаимодействовать, или это сам смарт-контракт хранит. Такая история не очень красивая, на самом деле. В тоне это красиво, в том плане, что ты можешь их вычислять в процессе. Ты же, например, зная, как, помнишь, там, код изначальный, initial state, все. То есть тебе не нужно нигде их записывать, тебе не нужно поднимать никакую базу данных, никакой бэк-энд для того, чтобы записать себе эти адреса, там, какой-нибудь этих контрактов, ты просто заранее знаешь, уже ты заложил механизм, с каким типом смарт-контракта ты будешь работать, то есть как они будут вычисляться. Я не знаю, я плохо объяснил. Я пытаюсь понять, вот, например, если я в своем смарт-контракте, одним из степов делаю свап. Жетон на другой жетон. Ну, например. Или перевод. Перевод на куда? Ну, давай что-нибудь простое. Перевод жетона мне, от тебя, мне. Перевод жетона тебе. Да. Мне в этот смарт-контракт на вход что должно прийти? Должен прийти к минимуму адрес получателя? Тебе придет адрес моего, смотри, помнишь, я говорил, что все, в тоне все смарт-контракты? Да. Это значит, что твой кошелек тоже смарт-контракт. Да. Получается, когда у тебя есть жетон, у тебя создается новый смарт-контракт, жетон-валет. Создается смарт-контракт для моего кошелька, так? Вот. Жетон его. Он создается, исходя из кода и изначального состояния. Да. Изначальное состояние там берется так, что это адрес твоего как бы самого первого кошелька. Тот кошелек, на котором хранится тон. Вот. И зная как бы вот этот кошелек, ты получаешь кошелек следующий. Не, сложно это случится. Надо нарисовать. У нас нет возможности, нас слушают. Так. Давай попробую упростить. Я хочу использовать другой смарт-контракт в своем смарт-контракте. Мне надо в коде прямо же, наверное, как-то иметь доступ к методам этого смарт-контракта. Да. У меня есть какой-то... Я сам реализую интерфейс этого смарт-контракта где-то у себя в коде, или у меня, может, есть какой-то уже готовая обертка, которая из блокчейна подтаскивает. Окей, да. Могу ли я подключить к каким-то импортам, что-то типа импорт этот смарт-контракт? Да, да. Вот последний вариант. Ты можешь этот код себе добавить в одном из... в свой проект, добавить импорт этого кода, и потом, исходя из кода, ты можешь просчитать в моменте, какой адрес тебе нужен. А, все понятно. То есть ты не хранишь адрес, ты хранишь код, и от кода вычисляешь на лету, какой адрес пойдет дальше. Понял. Есть ли какие-то здесь sdk-шки крупные? Да. Ну, либо, я так понимаю, это те же стандарты, замапленные на код, наверное. Мол, если я хочу сделать кошелек в Тоне, есть ли у меня уже какой-то boilerplate-код либо sdk, который я просто дергаю, реализую методы, и у меня все работает? Если ты хочешь сделать кошелек, ну, ты точно можешь его уже сделать. Для этого есть много sdk уже, есть sdk много для JavaScript, это то, что в основном я использую. Я знаю, что есть sdk и под Python, слышал, что есть и под Go. Нет, ну ты сейчас говоришь про реализацию на клиенте, либо на бэкэнде, а я говорю про какие-то архитектурные устоявшиеся подходы на уровне написания смарт-контрактов. Типа, есть ли какой-то общий шаблон для смарт-контракта, который переводит там токены, не токены, а жетоны в жетоны? Да, это вот как ERC-20. Ну, типа того, да. Вот, это просто там, просто название жетон, вот так и назвали. Все, окей, то есть стандартизация такая есть? Да. Окей, но это не sdk-шка, это я попутал. Да, мы сейчас вот перескочили. sdk у нас, у нас уже есть, то есть вот на самом деле Blueprint это и используют много. Он просто заранее тебя все уже подтягивает, все эти импорты, все, что тебе нужно. Вот. Для работы с... На самом деле это крутая история, потому что раньше этого ничего не было, я это все помню, когда у тебя просто есть силы AI, да, и нужно работать только с ней. Есть какие-то там... Ты просто вводишь help и смотришь, что тебе делать. Вообще, как тебе отправить сообщение, ее надо сформировать. Это сообщение формируется в BOC-файл. Это типа back of sale, по-моему, back of sale, да. Файл у тебя просто. Вот файл — это сообщение. Потом тебе надо через этот силой отправить сообщение, куда-то отправить. Параллельно у тебя должен быть кошелек, ты должен указать, сколько тонов ты заплатишь. Короче, это было... Это было жесть, вот. И слава богу, сейчас, да, есть удобные sdk-шки, которые все это сделают за себя. А я еще, когда готовился, увидел такую штуку, как light-client, я не знаю, ты сталкивался с... Я с этим сталкивался с Stone Access. Я его пытался... Короче, там была история, что использовался light-client старой версии, вот, и нужно было обновить. Что это такое вообще? Light-client — ну, это просто клиент, который подключается к какой-то ноде в блокчейне, и ты через этот легкий клиент можешь что-то читать. Читать, но не отправлять? Отправлять. Ну, там, по-моему, мы только читали. Я думаю, что, да, ну, 100% должно, да. Я просто не... Я просто сам не отправлял. Ну, должна быть эта возможность. Вот. То есть легкий клиент, как и... Ну, от названия. То есть ты не скачиваешь себе полный блокчейн, ты берешь какую-то программу, которая подключится к блокчейну, к ноде, вернее, да, готовый, и будет взаимодействовать. Это как интерфейс такой. Давай, наверное, раз уж я уже сказал, что мы будем говорить сейчас про обучение, сейчас поговорим про обучение немножко, а потом еще поговорим после обучения про то, что еще можно делать на тоне, потому что не только смарт-контракты едины. Да. Про обучение буквально расскажи, как можно быстренько вкатиться на разработку, что читать, что смотреть, куда копать. Да, идете на канал, который будет в описании. Ага, код есть закон. Пока что. Да, пока что код есть закон. Ну, на самом деле, это история про такт сугубо. Я только про него рассказывал, стараясь сделать... То есть вообще идея была в том, чтобы, да, вот первый шаг в разработку в тон был максимально простой и понятный, и сразу со смарт-контрактов. Поэтому это точно поможет. Вот. Дальше просто переходите на тон.org, и там есть удобная документация, удобная навигация. Вот. Смотрите, что такое тон-сайты, что такое тон-стораж, что такое фан-си. Вот. На фан-си тоже пока что еще нужно что-то понимать, как это работает. Вот. Но как бы все постепенно. То есть я думаю, что начать с такта — это хороший point. Окей. Хорошо. Ну, курс, курс — это 10 уроков, и он реально может дать полное понимание, с чего начать? Ну, это точно первый шаг. То есть по окончанию курса вы сможете сделать свой жетон на тоне, вы сможете сделать свой NFT, NFT-коллекцию, сможете как-то ее расширить, сделать свои... Это неплохой старт. То есть это уже самая базовая функциональность, которая самая, самая популярная функциональность, которая нужна большинству. Я когда-то интересовался, как сделать NFT на эфириуме, и как-то мозг вытек. Это было года два назад. Вот. И да, то есть последний мой урок про контракты — это как раз NFT. Там деплойл NFT. Или я не деплойл, не помню. По-моему, деплойл. У тебя, по-моему, последний он называется Deployed Production. Да? Ну, надеюсь, что деплойл. Уже не помню. Давненько записывал. Слушай, кстати, забавно, что этот курс, надо упомянуть, этот курс запромоутили тонн фоундейшн. Да, да. Это не просто какой-то курс, который я сейчас, знаешь, рассказываю, потому что ко мне гость пришел с курсом. Нет, это прям почти официальный. Да. Это была, на самом деле, история, когда я думал, как мне попасть в тонн вообще, то есть что мне сделать, чтобы... Какие первые шаги? У меня здесь было два путя, да. Первый путь — это я шел в Orbs-компанию, которая занимается, вот, которой главный Израиль... То есть я в Израиле живу, поэтому я к ним пошел. А второе — это, что еще я могу сделать полезное. Вот. И подумал, что я уже записывал курс по Solidity когда-то, и вроде как к людям он зашел. Вот. То есть на то время на русском контенте этого не было. Ничего подобного. Если бы я нашел твой курс тогда, возможно, я бы и сделал NFT на эфириуме. Да, возможно. У меня даже, ну, для тебя это не цифры, но у меня там, когда курс, когда один из уроков набрал 30 тысяч просмотров, для меня это было вау. В смысле не цифры? Ты чего? Это офигенные цифры. Вот. Не, ну, как бы... Это очень большие цифры. Да. Вот. Поэтому... Поэтому подумал, что я могу подобное сделать с тоном. Вот. И так и получилось. То есть я сначала сделал первый там выпуск. Кстати, сделал на английском и на русском, чтобы... Ну, аудитория, кстати, в тоне достаточно много англоязычных. Вот. И, ну, да, то есть была мысль, что, скорее всего, вот он это заметит. Вот. Я еще крутанул немножко рекламу на Дубай. Там такие локации выделил. Вот. И так произошло. Мне написал Рома. Рома, привет. Сказал, что... Крутовой. Вот. Сказал, что... Увидел тебя на Ютубе. Чего собираешься делать? Расскажи. Какой у тебя план? Что за контент-план? Что ты делать будешь? Я ему писал, там, урок такой-такой-такой. Ну, и дам дальше импровизация. Слушай, ты тот самый чувак, у которого сработала история с Кремльевой долиной. Может, смотрел сериал? Сериал смотрел, а что за сериал? Они там тоже таргетировали вокруг рекламу, вокруг офиса этого директора Hulu компании, чтобы ему, по-моему, попала... По-моему, там такая история была. Забавно. Оказывается, работает. Вот. Да, сработала история. Вот. Написали и сказал, вот, что мы можем это оформить, типа, контент, типа, все классно. Я бы еще... Дали мне советы, то есть, что лучше вот еще на это сделай акцент, на это, на это. Говорю, все окей. Мы можем оформить это еще тебе как мини-грант, чтобы мотивации было побольше сделать хорошо. Вот. Но важный поинт надо делать на английском. На русском, типа, гранта не будет. Окей. Но я подумал, что на русском все равно было бы сделать неплохо, просто что хотя бы мне так проще. Сначала как бы записал на русском, потом делаешь на английском. Вот. И в итоге сейчас этот курс на двух языках лежит. Вот. Можно посмотреть, проверить. Кстати, по поводу грантов, я так понимаю, это стандартная практика One Foundation, выдавать гранты на проекты, которые им нравятся. Да. Да, это такой децентрализованный путь развития, на самом деле. Прикольно. Есть вот мини-грант, это называется сейчас Footstep. Планируется какой-то ренейминг сделать. Вот. Не знаю, как, не помню, как точно будет. Вот. Footstep это, да. И есть, это до 5 тысяч долларов. То есть это истории, там, не знаю, что-то в документации сделать нужно, что-то, какой-то небольшой проект, какого-то бота написать. Вот. И вот у нас есть свой чатик Footstep, где мы сейчас вот что-то обсуждаем, готовимся к каким-то активностям. Вот. Поэтому, да. А дальше, дальше есть еще Questbook. Кстати, тоже про него скажу. Это гранты уже побольше. Это, там, до 20-30 тысяч долларов. Это уже какой-то, вот, ты хочешь сделать проект, какой-то MVP подготовить, чтобы проверить не только техническое, но еще и какой-то, каких-то клиентов первых получить, как-то показать, что это кому-то нужно. Вот. И после этого дальше следующий шаг. Это у них, у них конвейер идет, у них все проработать. Первый Footstep, потом Grand 20-30 тысяч долларов, потом Accelerator Program. То есть там уже история от 50 до 200 тысяч долларов. Похоже на инвестиционный план. Знаешь, когда Seed, потом... Да, это именно. Знаешь что? Давай вернемся к образованию еще. Такой стандартный вопрос. Как думаешь, какая база нужна людям, чтобы вкатиться в тон? То есть наверняка просто там с улицы айтишной, когда ты не знаешь, там, вообще ничего в программировании, ты сюда не закатишься. Да, это правда. И, кстати, это была для меня большая боль. По сути, я с улицы закатывался в блокчейн-разработку. Нет, ну ты же уже на джаве разрабатывал какой-то... Нет, JavaScript тогда я знал. На JavaScript. Вот. Ну, я был, да, я немножко... Я работал с фронт-эндом на стажировке, вот, и начал выкатываться сразу в блокчейн-разработку. Вот сейчас похожая ситуация, как у меня была тогда. То есть нету такого, что ты пришел, и нужен только твои знания там по тону, по такту, по фан-си. Фулл-стэк. Да, нужен фулл-стэк. На самом деле нужен фулл-стэк. И чтобы в итоге мочь что-то сделать прям по-настоящему, нужно хотя бы, чтобы фронт-энд был. И это позволит сделать даб первый, то есть просто взаимодействовать со смарт-контрактом. Вот. Если этого нету, ну, можно как бы пойти по моему пути, но я не всем рекомендую, просто потому что приходится мыслить немножко, чуть-чуть как предприниматель, потому что ты думаешь, как себя потом продать. Потому что у тебя есть какая-то атомарная функция, да, которая пока что еще не настолько востребована, как вот единица, и тебе нужно придумать, куда себя вклинить с ней. Вот. Задачка такая, непростая. Я поэтому YouTube, кстати, начал сделать. Вот. Знакомая тема. Чтобы работу себе найти. Помогло. Да. Смотри, с точки зрения литературы вообще, наверное, литературы какой-то нету по тактам и по всему остальному. Да. Если прям что-то, какая-то база, да, что-то хардкорное такое. Ну, документация, походу. Ну, документация. И еще я бы, наверное, мог порекомендовать. Есть такая книжка. Тон — это стековая машина. Вот. И есть такая книжка, кажется, «Туда и обратно». Черт. Блин, вот я сейчас не вспомню. Я, может, потом напишу тебе. Джон Роулинг Толкин. Хоббит. «Туда и обратно». Да-да. Ну, какая-то там, я не помню название. Скинешнем ее здесь выведем прям. Да. Это если какую-то вот как работает стековая машина. Так. Только, да. Документация и усердие. И репозитории можно, кстати, читать. Да. Примеров много, стандартов много. Общаться, заходить на Hacktonberfest и общаться с разработчиками, которые будут там. А Hacktonberfest, он уже не первый проводится уже, да? Он проводил. Он будет проводиться, кстати, и в следующем году. Так что это мы сразу закладываем и на будущее. Вот, что каждый октябрь надо подключаться и что-то... Есть возможность подключаться и взаимодействовать с командами. Вот. Поэтому, да, здесь больше все-таки обучение идет через людей сейчас. Документация есть. Все классно. Наверняка уже многие люди могли бы просто пойти из документации. Но если мы рассказываем кейс про человека, который только начинает вообще вход в разработку, то через людей все-таки. Слушай, а может есть какие-нибудь чатики открытые? Да. Да, достаточно много. Есть ToneDev. ToneDev на английском, ToneDev на русском. Есть Такт, дискуссия, не помню точно. По-моему, так называется. Вот. И этот чат развивается. Я помню, я заходил, когда там было 300 человек. Сейчас там больше пяти тысяч. И там, да, там всегда активное обсуждение всего. Ссылочки все оставим тоже в описании, чтобы люди могли подключиться. Да, обязательно. Есть такой миф, что блокчейн-разработчики зарабатывают миллионы. Да. Это миф или не миф? Это вот сейчас, например, криптозима. Можем называется это криптозима? Да, конечно. Зарабатывают так же, если грубо, так же, как обычные разработчики. Вот. Я как бы, ну, я блокчейн-разработчик. Я живу в Израиле, и я вижу, какие... Ну, я знаю, вот мы, когда я переезжал с друзьями, ну, не с друзьями, неправильно сказал. Я переезжал по программе, где было таких же много... По программе для программистов, которые впоследствии должны были найти работу в Израиле. Вот. Я чуть-чуть нашел работу в Израиле, поработал, но в итоге тон меня увлек сильно. Вот. И нет, такие же зарплаты, ну, просто хорошие зарплаты, вот такие международные, но я бы не сказал, что сильно больше. История здесь больше в том, что есть моменты хайпа, когда биткоин фигачит там в x5-10 раз, и все начинают хотеть какие-то проекты на блокчейне, и в этот момент... А блокчейн-разработчиков мало, и в эти моменты есть вот цена за час блокчейн-разработчик растет примерно так, как биткоин. И ты в эти моменты можешь много зарабатывать. Все, я понял. То есть твоя зарплата растет не потому, что не напрямую из-за того, что биткоин вырос. Точнее, она зависит не напрямую от биткоина, а потому что просто хайп на разработчиков блокчейна. Ну да, да, и ты можешь в этот момент наглеять и говорить, что я хочу там вот столько-то денег. Окей. Ну, вообще, в целом, я так понимаю, разработка на блокчейнах, это сейчас больше удел работы на фрилансе всяких... Нет, почему? Нет, нет, нет. В компании тоже можно сказать? Я же говорю, то есть меня вот LinkedIn зовут в компании. Раньше, да, раньше это у меня была история, что мне приходилось, начиная с фриланса, вот, но потом, ну, нормальные компании, то есть мы там разрабатываем, мы там какой-то банк хотим что-то с криптой сделать, приходи к нам. Вот такие вот позиции, то есть и блокчейн-разработчиков просто очень мало, и хотя бы вот иногда бывает, хотим хотя бы одного просто, чтобы вот сейчас думать, ресерчить в эту сторону, как мы можем наш там какой-нибудь финтех с блокчейном соединить. Вот. Как бы так. По зарплатам, ну, могу сказать, что 50 долларов в час это окей для блокчейн-разработчиков. Неплохо, прям очень неплохо. Да. Давай еще поговорим про DAP-ы. Ты уже упоминал. Это децентрализованное приложение. Аппликейшн. Что это такое? Как это, какого типа эти DAP-ы бывают? Как они работают на тоне? Почему вот крипто и блокчейн способствуют? И вообще, типа, выйдем на то, что такое Web3? Давай. Ну, мы на самом деле уже проговорили, по сути, что такое DAP-ы. Это есть смарт-контракт и есть фронт-энд, который связан с этим смарт-контрактом. Это DAP. Все. DAP- он просто потому, что смарт-контракт работает распределенно на кучу валидаторов. Да. Потому что твой бак-энд — это смарт-контракт. А смарт-контракт располагается на блокчейне, который децентрализованно. В чем фишка этого? Почему DAP-ы так популярны становятся? Почему это хайп сейчас? Почему все по ним говорят? Есть история, что, ну, смотри, особенно сейчас DAP — это первое отличие от обычного приложения в том, что у тебя нет вот такой классической регистрации через, там, имейл или пароль, или логин-пароль, который ты постоянно там либо один и тот же используешь на разных сайтах, либо где-то хранишь их. Ты с DAP-ом работаешь, ты залогинишься через свой криптокошелек. А криптокошелек — это приватный ключ. Да, ты криптокошелек — это, ну, он у тебя на устройстве где-то, ты логинишься под своим кошельком. Все, это сразу регистрация и логин. Это очень прикольно. Я недавно думал на эту тему. Просто на сайтах мы сейчас, когда регистрируемся, у нас есть логин и пароль, и обычно люди в современности еще второй фактор заводят. И самые прошаренные вторым фактором делают приватный ключ. Не смски, а прям хардварный приватный ключ. Либо генератор, который работает на приватном ключе. А DAP, получается, минует вот этот логин и пароль, он сразу тебя привязывает к кошельку, который по факту дезинфицируется тоже приватным ключом. Да, это сильно безопаснее, во-первых, и сильно удобнее. То есть получается уже история, когда DAP'ы или приложения на блокчейне будут удобнее, чем обычные приложения. Просто вот хотя бы вот от этого фактора и безопаснее, чем обычные приложения. Как это связано с ВЭП-3? ВЭП-3, типа мы сейчас живем в время ВЭП-2, так называемого, когда у нас клиенцированная архитектура, нет децентрализации. ВЭП-3, это только тоже, только про децентрализацию такое? На самом деле это больше философия, чем какая-то документация. ВЭП-2, если рассмотреть ВЭП-2, это чем это там? Давай, окей. ВЭП-2, это вот про то, что ты сказал, централизованное управление. Это про, если это там социальная сеть, то она про то, что собираем данные пользователей, и потом эти данные монетизируем, и на основе вот мы, у нас есть централизованное управление, у нас есть куча данных, и мы можем этими данными как-то распоряжаться, давать рекомендации, давать какую-то рекламу на основе, ну, то есть более качественно, вот, и сейчас все сервисы в это ушли, и даже любой Netflix, да, который читает данные, как ты смотришь, что тебе нравится, и подкидывает тебе, вот. Это вот про вот эту историю. ВЭП-3, это про децентрализованное управление. Это вот мы с тобой частично обсуждали, что вот если социальная сеть на ВЭП-3, это на ВЭП-2, это там Facebook, который собирает данные пользователей, то социальная сеть на ВЭП-3, это когда ты можешь как вот поднять ноду на блокчейне себе, точно так же поднять свой сервак в этой социальной сети, где будет вся переписка, вся история сохранена, твоя личная переписка будет тебе доступна, потому что у тебя есть приватный ключ, вся остальная будет зашифрована, вот. И таким образом невозможно как бы цензурировать одних блогеров и там продвигать других. То есть ты сам владеешь, во-первых, своими данными, а во-вторых, подписываешься на тех, кого хочешь, и цензурируешь тоже сам себя. Да, именно, именно. И более того, сейчас идет работа в том, что ты управляешь своими данными, и ты сам обучаешь, как бы рекомендаешь цельную систему для себя. Это немножко геморно на самом деле, но в эту сторону идут разработки, и кажется, что это, ну, это круче в итоге будет. Ну, это логично, потому что самым большим бичом в ВЭП-3, который сейчас пытаются всем продвинуть, считается отсутствие алгоритмических фидов, когда ты типа не получаешь тот контент, который ты хочешь. Тебе приходится тратить много времени, чтобы составить себе первоначальный фид. Это правда, это правда, вот. И ВЭП-3, вот, первое, децентрализованное управление, второе, про то, что ты владеешь своими данными, и, ну, на основе этого там много сервисов появляется. Вот. Есть те, которые, мне кажется, изначально проигрышными, которые не могут существовать. Могу там свое мнение сказать. Это, там, поисковик, например, на блокчейне. Ну, как, не на блокчейне, но типа ВЭП-3 поисковик в контексте того, что ты за каждый поиск получаешь, там, токенов немножко. Вот. И, ну, мне кажется, сейчас уже делать поисковик в 23-м году, ну, такое. Вряд ли это кому-то будет нужно, вряд ли этим будет пользоваться. Вот. Вот. И много, много историй в том, что за пользование платить... То есть, например, давай еще вот так вот эту еду. Есть, там, реклама, которая, на которой зарабатывает централизованный какой-то сервис. А ВЭП-3 эту рекламу, которую, когда тебе показывают, ты получаешь за это деньги, что ты на нее посмотрел. Вот. И эта идея может, на самом деле, развиваться. Посмотрим. Не знаю. То есть, мне кажется, она прикольная, как минимум. То есть, у тебя свои данные, ты своими данными контролируешь. Ты, если захотел, как бы, ну, ладно, вот мои данные, посмотрите, но я за счет этого хочу что-то получать. Вот. И вот это сейчас развивается. Поэтому вот такая идеология. Это не про строгие правила, это больше про идеи. Разобрались. Давай еще немного поговорим про то, что есть в Тоне, кроме смарт-контрактов. Потому что там, погуглив быстренько по сайту Тон Фоундейшена, не Тон Фоундейшена, кстати, а Тон... Орг. Тон Орг, да. Тон Орга. Там ты найдешь и Тон ДНС, и Тон Сайты, и Тон Прокси. Да. Это что такое? Это новый децентрализованный интернет уже у нас вырисовывается. Давай, наверное, начну с того, что, ну, во-первых, The Open Network, да, это ProNetwork, в который блокчейн — это один компонент. Ребята на самом деле очень вот запарились над своей технологией, что они даже написали свой протокол, по которому вот ноды общаются между собой. Он открытый? Он... Ты имеешь в виду в open source или нет? Ну да. Да. Ты можешь посмотреть. А то в Телеграме некоторые протоколы закрыты. Да, ну тут это... Тут к Паше Дурову, да, надо вопросы. То есть если там обычные ноды в блокчейне ты поднимаешь, и они общаются по тем же протоколам, как и мы привыкли, кстати, точно не могу сказать по каким, там они общаются, ну, HTTP, S, да, возможно, ноды там используют, скорее всего, TCP. В общем, Телеграм сделал свой протокол, называется ADNL, где... Телеграм? Ну, они успели сделать, потом выложили в open source, да, и Комнинс продолжил развивать. В общем, свой протокол, по которому ноды общаются. Протокол, которым нельзя определить IP-адрес, в котором существует только... Вот как в блокчейне есть только твой публичный ключ и приватный ключ. В этот публичный ключ уже там все захеширован, твой IP-шник и все, что с этим связано, чтобы иметь возможность подключиться, и они отправляют этот публичный адрес, к которому... И там сразу, можешь ты к нему подключиться или нет. То есть вот свой протокол, чтобы ноды общались, понимаешь? Вот настолько. И дальше на фоне этого появляется следующий лейер. Появляется история, что мы можем запускать... Вот следующий лейер у нас есть еще вот компонент, там, Tone Storage, например. Самая простая аналогия, простая аналогия это торрент, где вот у нас есть свои файлы, мы можем делиться с ними, раздавать их в общей сети. Вот, но несколько крутых отличий это в том, что на этом, как, в Tone Storage можно запускать сайты, можно запускать проекты. Помимо того, что ты просто файлики там складываешь какие-то, ты можешь что-то развернуть, какое-то приложение. Но ты же в этой системе, в Tone Storage, ты все равно хранишь файлы где-то не у себя. Ты хранишь и у себя, ты можешь хранить у себя в том числе. Если ты будешь какой-то нодой активной? Да, да. Ну, можешь это на ноутбуке попробовать, то есть уже начать. Вот. Ну, и, естественно, в том числе на своей ноде. Вот. Появляется вот Tone Storage, где можно хранить там какие-то файлы, можно хранить свои приложения, запускать. Так. И мы имеем еще вот этот протокол, да. Получается, мы уже вот к следующему, к Tone-сайтам переходим. Тone-сайты, это, по сути, ну, они глобально ничем не отличаются, только в том, что у них протокол вот этот вот Tone-овский. И ты... не HTTPS у тебя используется, а у тебя Tone, двоеточие, слэш-слэш и адрес. То есть ты разворачиваешь на Tone Storage, там, ставишь какой-нибудь Apache, разворачиваешь обычный сайт, и доступ к нему у тебя просто в протоколу Tone-овскому. Вот. Тут, на самом деле, ну, чтобы быть точным, можно на Tone Storage, можно и на... можно и не на Tone Storage, но в идеале все-таки Tone Storage, чтобы был экосистемный, все работало хорошо. И да, то есть ты запускаешь, у тебя свой протокол, у тебя свой вот Tone-сайт, это то, что работает вот по этому протоколу, по сути. Вот. И все завязано в одной экосистеме именно для того, чтобы вот эта история решается. Смарт-контракты, они начинают в этой экосистеме мощь взаимодействовать с вот этим новым интернетом. Потому что они в одной экосистеме находятся. Да, понимаешь, в чем идея? Вот. Общий протокол, общий протокол, который завязывает их всех. Вот. В одну такую... И вот это все идет история про децентрализованный интернет, когда его нельзя будет какой-либо сайт заблокировать из Tone-сайтов, потому что он находится на Tone Storage, а Tone Storage там частичка здесь, частичка здесь, да? То есть он тоже распределенный реестр. Вот. Плюс они круто решили вопрос, что обычно в децентрализованных хранилищах типа Tone Storage, например, IPFS, возможно, слышал такую сеть, вот, а там нет гарантии сохранности. Например, когда ты отправил туда файлы, и какая-то... У тебя нет гарантии, что ее кто-то сохранит. Ну, то есть ты рассчитываешь, что она будет существовать, если ты удалишь ее у себя даже с компьютера. Вот. Гарантии нет, могут удалить. Вот. То здесь гарантия решена, и она решена тоже смарт-контрактом. Смарт-контракт проверяет у того человека, с которым ты заключил как бы договор, что он будет хранить твои файлы, на постоянную какую-то фи за это. И в случае, если у него их нет, он заплатит себе за это нормальный штраф, за то, что он потерял там какой-то твой файл или что-то еще с ним произошло. Прикольно. Вот. Да. Вот как-то... По поводу блокировок, я тут подумал, никому ничто не будет мешать просто заблокировать весь протокол. Ну, просто урезать на этих, на... Заблока, они называются. В ТСПУшках просто весь протокол тон, чтобы все, что идет по этому протоколу, весь трафик просто нафиг резался. Такой вариант остается. Не знаю. Я здесь... Это уже такая низкоуровневая история. Мне кажется, что... А как ты это порежешь? Если... Ну, ты же не можешь, например, биткоин порезать, ноды, чтобы они между собой общались. Вот он же существует, хотя его не... Но у биткоина же протоколы ньютоновские. А, неважно. Ну, ты же говоришь, мы же про протокол говорим. То есть мы же можем... А, я понял, что ты имеешь в виду. Но в целом идея децентрализации данных на сайте, это прямо прикольно. Это то, что, наверное, пытались, пытались реализовать в торсетях, в луковичных сетях, и пытаются, но луковичные сети, они под запретом, на самом деле, у многих странах. А в той же Беларуси, не знаю, как в России, в Украине, они под запретом. Ну, посмотрим, как получится. Тон домены. Ты знаешь, как они работают? Да. Это прям красивые обычные домены? Это не просто хэш твоего смарт-контракта? Это вот... Нет, это красивые домены. Как у нас были когда-то IP-адреса, да, не было доменов, то же самое сейчас... Ну, это уже на самом деле и в эфире уже было, когда ты покупаешь домен под свой кошелек или под свой смарт-контракт, или даже, ну, под свой тон-сайт, да, который будет запущен. Вот. И, кстати, это очень удобная фича. Например, когда ты заходишь на какой-то тон-сайт, и вот тебе нравится этот проект, например, IT-борода.тон. Да, и ты можешь создать на этот адрес. И ты сразу донесишь на этот адрес. Я видел, похоже, у Бобука из радио IT, у него сайт bobuk.eth, кстати. Но он у него... Это обычный домен, который доступен из интернета. Тон домены, я так понимаю, они... Они в своем интернете. Они в своем интернете. То есть тебе для доступа к тон-сайт... Для доступа к тон-сайтам тебе нужен какой-то прокси, наверное, тон-прокси. Ну, в итоге ты же будешь все это делать через... Ну, на данный момент через Telegram. И поэтому тебе прокси... Через Telegram? Доступ к сайтам через Telegram? Ну, через Telegram. Я имею в виду через вот мини-апс, которые в Telegram сейчас есть. То есть вот эти мини-приложения, которые уже по умолчанию как тон-сайты, вот, через которые ты заходишь. А я не знаю, что за приложение, а ну-ка. Так я же тебе отправлял Нет, ты-то мне отправлял, и я первый раз в жизни его туда увидел. Просто в обычном интерфейсе Телеграма их вроде как пока что нет. Ну, Durgarking. Durgarking, вот, это же оно. А где-то можно найти? Какой-то сайт есть, где можно посмотреть? Да, это обычный React-приложение, в котором ты можешь забить эту ссылку на браузере Хром, и ты откроешь этот сайт. А, прикольно. То есть через Telegram можно будет к сайту наступаться, твановским. Да, да. Вот. То есть, ну, здесь это в эту сторону идет. То есть идет в сторону, когда вот есть свой какой-то интернет, ты туда заходишь через Telegram, либо, может, еще какой-то будет браузер, например, свой тоже. Может, какие-то браузеры заимплементируют поддержку протоколов, почему бы нет. Ну, через расширение сейчас это делается. Просто это, ну, как бы, скачивать за расширение такое. Хотя скачивать браузер, может, тоже не очень интересно. В общем, да. То есть вот эта история своего интернета, куда ты заходишь, и где вот весь трафик, он по умолчанию зашифрован, где нет никаких сертификатов. То есть сертификаты, это на самом деле тоже централизованная история. Непонятно, как тебе их дают, и непонятно, насколько они защищают твой трафик, и что они делают. Домены, которые тоже, ну, на самом деле, централизованная история, и любой работник, ну, админ этих, там, как они называются, эти, господи, ну, которые управляют доменными зонами, они могут либо по ошибке, либо как угодно у тебя домен твой забрать. А там домены, они тоже здесь централизованы. Это все на блокчейне завязано. Это все на смарт-контрактах. Ну, какой-то прям утопия получается. Это вот на самом деле сейчас история, которую могут осознать в основном разработчики. насколько вот крутой движ нас ждет. Мне кажется, что корпорации должны большой бунт устроить, если это получит какое-то распространение в обществе, потому что, ну, это же крест на многих корпораций, ну, Facebook, то там Google. Google. Это свое, ну, как да, свое, своя страна такая. Своя страна со своими деньгами, со своей экономикой, со своим интернетом. С другой стороны, тут же большая завязка на Tone Foundation, то есть, если вдруг так получится, что Tone Foundation слопнется, то вся эта инфраструктура тоже как бы перестанет работать, пусть и не сразу. Ты имеешь в виду, что сейчас команда централизованная? Ну да. Типа одна команда? Ну, ну, смотри, Telegram типа тоже как-то слопнулся в плане Tone, да, и в итоге подхватили сообщество разработчиков, которое получило в каком-то роде поддержку. Ну да, согласен. Вот. И может произойти такое еще раз, почему нет. Проект живет. Хорошо, с этим разобрались. Разобрались, разобрались. Знаешь, что у меня еще осталось? У меня еще остался вопрос по поводу хакатона, наконец-то. Так. Что за хакатон? И что там можно сделать? Давай сразу с терминами оговоримся. Это не хакатон. Это не хакатон. Это история про опенсорс. Это похоже на хакатон, только без конкуренции и без недосыпов. Что значит без конкуренции и без недосыпов? Ну, это значит, что ты не... Ты можешь в любой момент подключиться к командам, ты можешь в любой момент порешать задачи, и от тебя требуется небольшое количество там действий, чтобы получить награду, чтобы по итогу выиграть. Какой смысл этого хакатона в таком случае? В смысл вообще... Смотри, давай так. Давай так. Как появилась идея делать хакатон? Давай. Есть Октоберфест. Это официальное начало. Что такое Октоберфест? Это большой ивент, который устраивает GitHub и DigitalOcean раз в год в октябре. На протяжении всего октября разработчики со всего мира имеют возможность помочь другим опенсорс-проектам решить какие-то их задачи, пообщаться с ними, получить новые связи, нетворк расширить свою профессиональную сеть контактов. А Хактоберфест вознаграждает их мерчом своим уникальным. Если они делают четыре задачи, молодцы, вы помогли сообществам, вот вам наш эксклюзивный мерч, и мы посадим дерево в ваше имя. В прошлом году собрали 100 тысяч участников. Ого! То есть нормальное количество. И мы сейчас что делаем? Хактоберфест это история то же самое. Мы говорим, что вот у нас есть большая экосистема, у нас есть большое количество команд, проектов, которые что-то делают на Тоне. То есть есть сам Тон Фундейшн, есть такие же ребята, как я, которые что-то хотят на нем сделать. И они делают это, и они имеют возможность сейчас получить поддержку от мирового комьюнити, от вот этих 100 тысяч участников, которые пилят что-то у себя, могут привлечь к себе внимание, сказать, ребят, смотрите, что у нас есть, идемте знакомиться, идемте общаться. Вот про это. Это история про то, чтобы в первую очередь познакомиться, попробуйте технологию, попробуйте сделать там простой Hello World смарт-контракт, и мы, как вот еще Тон, даст дополнительный мерч еще от себя. То есть вы можете получить мерч от Хактоберфеста и дерева, вашу честь, и мерч от Тона, плюс вот из экосистемы, вот я сейчас общаюсь с командами, они все тоже готовы вкладываться в новых разработчиков, они говорят, что мы дадим вам тоже подарки, мы дадим вам бесплатный API на год для типа инфуры, например, вот на год пользуйтесь сколько хотите, вот там кто-то дает вот сервера свои, дата-центры, чтобы, ребята, заходите, разворачивайте Тон-сайты, разворачивайте Тон-сторджи, все бесплатно, давайте что-то делать, ознакомиться, пробовать. Вот эта история сейчас про это. Просто вот нужно больше разработчиков, больше комментируется. Как поучаствовать в Хактоберфестах? Формального нету участия, самый простой способ это, ну, во-первых, да, нужно перейти на сайт, и после этого заполнить свой гитхаб и телеграм для связи, чтобы с вами возможно было связаться. Все, после этого есть список задач, которые существуют сейчас вот в рамках Хактоберфеста, есть список проектов, которые вы можете посмотреть, кто что делает, что понравилось выбрать, посмотреть задачи, которые там есть, выбрать себе задачу и начать делать, связаться с командой. Везде, вот на каждом этапе есть ссылки, есть ссылки с коммуникацией. Во-первых, главный чат Хактоберфеста, где будут все разработчики, где мы общаемся на самые разные темы, где периодически выкидываются новые задачи, где там ребята нужна помощь, как вот такую штуку сделать, то есть вот такое, и каждой командой тоже будет чатик, когда ты, ну, что-то, например, сделал уже задачу, ты сделал PullRequest, и ты там пингуешь, что вот, ребята, я сделал, посмотрите. То есть это участие уже в каких-то заранее существующих проектах? Да, это участие в заранее существующих, это от экосистемы Тона, и новые проекты формируются в том числе. Это второе направление, которое, ну, я верю, что может сработать, вот, что есть много энтузиастов, много людей, которые, у которых есть идеи, которые могут сейчас что-то запустить, и, ну, без каких-то серьезных, что ли, ну, то есть когда ты идешь на хакатон, ты рассчитываешь на какие-то призы, ты рассчитываешь на серьезную работу команды, нет, здесь больше про то, что смотрите, что я придумал, давайте попробуем вместе поделать, и к тебе присоединиться, кто-то, что-то сделает тебе, он скажет, ну все, я пошел дальше, сделает кому-то что-то другому, вот, заодно со всеми познакомится, да, получит потом мерч, получит какие-то подарки, респект от комьюнити, там, NFT участника, потом тоже мы NFT эти используем всегда для доступов во всякие контенты эксклюзивные, либо эксклюзивные, то есть поучаствовал в хакатоне, там, закрыв пару пол-реквестов, либо даже со своим проектом придя, ты, во-первых, поставив правильный хэштег, можешь еще поучаствовать в Октоберфесте, они по хэштегам отслеживают пол-реквесты, да? Да, по хэштегам. Во-вторых, ты можешь получить мерч от Тона, ты можешь получить контакты, ты можешь получить NFT-шку для доступа в чат закрытый? Да. Дофигища призов? Как бы бабки-то откуда? То есть Tone Foundation готов настолько много вкладывать в то, чтобы популяризировать сообщество разработчиков? Да, это главный акцент именно на разработчиков, не на курс, не на то, чтобы покупали тонкоины, не на какие-то такие вот маркетинговые какие-то громкие истории на самом деле. Хотя сейчас мне может кто-то вспомнить Моргенштерна, который делал трек, ну ладно, то такое. Он про там делал трек? Ну да, там что-то был такой клипс, это... Да-да-да. Вот. Кат. Окей. Но основной акцент, да, на разработчиков, то есть это понимание такое, что если будет больше команд, больше людей, которые погружены тоном, будет больше проектов в экосистеме, будет больше денег, будет больше пользователей, будет больше всего. Условия для того, чтобы получить какие-то из этих бонусов, это прошедший полреквест? Да, два полреквеста. Два полреквеста? Да. Тогда как... От Октоберфеста 4, от нас 2. А если ты со своим проектом приходишь, то как это будет оцениваться? Ой, это еще лучше будет оцениваться. Вот, это, ну, во-первых, то, что ты создал проект, и сам же в нем будешь делать эти задачки, участвовать, то есть ты делаешь проект, и сам же делаешь полреквесты в своем проекте. Ты так можешь сделать вообще какой-нибудь слевый проект, но делай себе полреквестов, там, 500 штук, и... Не, если это, это же все будет, от спама будет защита, то есть есть, была такая проблема, что действительно спамили, какой-то комментарий писали, но здесь все будет вручную проверяться, вот по итогу будет время на это выделено. Формальные какие-то процедуры, открытия, закрытия будут проходить, там надо какому-то времени прийти, чтобы побыть какой-то формальной церемонии, или просто у нас старт и погнали? Это будет просто старт 1 октября и конец 31 октября. В это время принимаются полреквесты. Параллельно будет идти еще у нас история, что есть локальные тоннхабы в Европе, в Азии и в Индии, вот. На них можно будет прийти локально, поучаствовать, познакомиться с людьми. А в каких городах уже известно? Еще в процессе. В Европе я знаю, что Прага достаточно активная, вот, но точно известно будет только ближе уже к этому. Это вся информация будет. Так, хорошо, хорошо. Значит, всю информацию мы находим на посылочке самой первой в описании. Надо добавиться в чатик. Да, просто добавиться в чатик, в чатике все будет прикреплено. с ушей. Знаешь что? Я тоже хочу поучаствовать. Да, да, давай. Можно? Нужно, нужно. Я думаю, что я даже поучаствую как разработчик. Класс. Я тебе говорил за кадром, что я давно хотел сделать что-нибудь на блокчейне и познакомиться с темой. Мне кажется, что с тоном можно это сделать. Да. Плюс я половину курса твоего просмотрел у меня уже. Да, так же, рядно. Я когда готовился, я посмотрел первый, второй, третий и десятый выпуск. Осталось заполнить. Короче, это прикольная тема. Я так понимаю, если я впишусь поучаствовать с проектом, то в принципе подписчики тоже могут в нем поучаствовать. Это, ну, конечно, ты имеешь в виду подписчики. Подписчики, которые нас смотрят, да. Это, да, да, конечно, это жгло. Есть возможность пообщаться с IT-бородой не только... Нет, с IT-бородой и так можно пообщаться, мои подписчики знают, что контакты открыты. А вот вместе поделать проект это интересная идея. да. Какие, какого типа проекта вообще делаются? Смотри, моя идея, я тоже, кстати, участвую как мейн-трейнер, я хочу сделать даб на Тоне, где, используя Тон-стораж, чтобы загружать туда просто какие-то большие файлы и отправлять их, хранить, во-первых, их там безопасно, и отправлять кому-то в чате, как отправляется криптовалюта, чтобы миновать лимит вот Телеграма в 2 гигабайта для без премиума и 4 гигабайта, то есть 4 гигабайта сейчас для премиум аккаунтов, лимит пересылки каких-то файлов. Вот. Хочется это обойти, используя Тон-стораж, сделать с даб, в который ты можешь выгружать там бесконечное количество файлов, отправлять их либо просто хранить. За какую-то минимальную стоимость транзакции ты будешь эти файлики отправлять. Да, ну это будет сейчас бесплатно, просто для теста, а там дальше это... Хорошо, а если я хочу вписаться в... как проект, что мне нужно для этого сделать? Нужно оформить просто... создать репозиторию на гитхабе. Логично. Написать ридми, что ты хочешь сделать, и поставить тег «хактоберфест», «хактомберфест». Два тега, наш и официальный. Вот, чтобы твои... чтобы твои контрибьюторы получили мерч от... от обеих организаций. Так, на страничку хакатона тоже можно как-то попасть? На страничку хакатона ты попадешь, да, тоже. Отлично. Что бы можно было сделать? Ну, у меня, на самом деле, мы уже с тобой обсуждали, у меня есть идея. Во-первых, так как в Тоне есть сайты, а у Бобука есть сайт bobuk.eth, я бы с удовольствием заимел сайт какой-нибудь типа itbeard.ton. Так. Вообще, было бы интересно разобраться, как в Тоне разворачивать сайты, поэтому я бы вписался с проектом как минимум, который сделает сайт в Тоне, плюс ты говоришь про идею с сториджем, мне она тоже нравится, потому что это, в принципе, доступ к видосам, который отвязан от Ютуба. Я думаю, это многим актуально будет, да и вообще, мне кажется, доступ к твоему контенту децентрализованный. Столяров Андрей оценит, это прям лучше, чем просто доступ на Ютубе. Поэтому я бы сделал, например, сайт, на котором можно было бы видос сайты досмотреть в Сититон. И ты можешь сделать какой-то контент за минимальную фи, чтобы заплатить Сититон коин за какой-то эксклюзивный контент. В принципе, я же делаю контент для патреонов и для мембершипов на Ютубе, если такой же функционал можно будет продублировать еще и там, то есть сделать портал, который будет доступен в Тоне и в Телеграме, соответственно, через который можно смотреть видосы, возможно, даже их когда-то категоризировать, я их туда буду заливать постоянно и сделать еще функционал подписки. По-моему, прикольная тема. Блин, ну кажется, что работает... И донаты еще сразу. Ну донаты, это уже ладно. Ну аналог Патреона, по сути, тебе допер персонализировано. Ну да, кажется, что работы прям немало. Ну есть месяц, и это будет точно неплохое начало. После этого грант можете получить и получить, что продолжишь дальше это делать сам. А, еще и гранты можно получить на проекте? Ну я же рассказывал. То есть есть история, когда ты получаешь гранты, если есть MVP, если есть какая-то идея, и если эта идея мейчится с тем, чтобы развивалась экосистема Тона, с тобой она явно будет развиваться, то ты можешь начать... еще участники, и я там, и другие ребята могут еще и грант получить? Да, ты можешь собрать команду на Хактонберфесте и потом пойти дальше на грант и сделать продукт. Я думаю, отличная тема. Этот видос у нас выйдет где-то в конце сентября. Я думаю, как раз к концу монтажа я точно успею сделать чатик. А, язык хакатона английский. Правильно? Еще раз. Язык хакатона английский. Да. То есть команда международная, значит, мне надо сделать редмишку на английском, сделать два чатика какой-нибудь общий и на русском, потому что так будет проще. Ну, в принципе, тема нормальная. Я точно залечу с тобой поработать. Мне тоже это стало интересно. Я думаю, замысим что-нибудь интересное. Вот. Так что, да, да. А если, кстати, сейчас продумать прямо архитектуру верхнего уровня, как бы ты такую систему реализовывал? Что тут нужно сделать? Начать с того, что мы поднимем Tone Storage сам по себе. У нас есть возможность поднять его на... Ну, есть, короче, сервера, где мы можем их поднять и клиент, который будет взаимодействовать с ним. Клиент — это какой-нибудь веб-плеер, который будет висеть на домене? Или нет? Ну, домен можно пока не делать. Вот. Мы можем пока что сделать инструмент для выгрузки твоих видео, например, на Tone Storage. И возможность, чтобы просто посмотреть, как это... И сделать даб, через который можно это открыть и посмотреть, чтобы это включилось. Чтобы ты мог включить видео в Телеграме через твой даб. Офигеть. Вот. И, ну, с этого начать можно, да. А потом уже думать над эксклюзивным контентом, над тем, чтобы была подписка, вот такие штуки. И это все... И, ну, на Hocktoberfest мы точно сможем сделать, вот, чтобы бесплатно просто зайти и посмотреть, точно сможем успеть. Все. Давай, забились, я с удовольствием. Ну, все. Кайф. Ссылку на чат, ну, надо будет чат сделать по-любому. И так как это русскоязычный канал, поэтому я сделал русскоязычный чат. Русскоязычный чат для тех, кто хочет поучаствовать в моем проекте. Без проблем, конечно. Так что она будет вторая в описании либо третья. Добавляйтесь по мозгоштурмам вместе. Может, даже, я думаю, какие-нибудь созвончики будем делать. Давно я не хакатвоил. Да, давай. Я думаю, можно какие-нибудь мастер-классы даже поделать. Я бы порассказывал. Блин, мы тебя будем в качестве спикера звать. Да. Офигеть. Ну, все. Кайф. Так, с этим разобрались. Слушай, нормально ты так залетел. Финальная рубрика. Давай. Рандом. Это вопросы, которые не вошли в канву, но которые я хочу задать. Вот, поэтому первый вопрос связан с мифом о приватности данных и анонимности крипто-блокчейна. Откуда взялся этот миф? Почему это миф? Можешь просто объяснить? И миф ли это вообще? Вот, да. Давай с этого начнем. Ты считаешь, что это миф, что анонимности нет? Ну, учитывая, что блокчейн, там, популярный, эфириум и биткоин, они у тебя на виду и все транзакции на виду, то если ты конечный свой кошелек где-то засветил, то все, дальше никакой анонимности нет. Да, да. То есть, если я как блогер IT-борода вывесил у себя на сайте вот на этот кошелек мне донать, то дальше, в принципе, если мы не используем какие-то там криптобиржи, окей, мы можем использовать криптобиржи, которые будут там менять, дальше можно последить, куда эта транзакция шла. И поэтому про истории про анонимный перевод денег, там, миллионов долларов, потому что ты какой-то супер-супер стрёмный тип не работают. Ну, ты все правильно сказал. То есть, это скорее тогда не про анонимность, а, ну, во-первых, если ты заботишься о своей анонимности, ты ее можешь сохранить. То есть, если ты, у тебя есть цель, чтобы никто никогда не узнал, что тот кошелек, он принадлежит тебе, например, если ты какой-нибудь наркобарон. Подожди, ну, смысла в кошельке таком нет, наверное. А, хотя... Ну, окей, ты сохраняешь анонимность, ты передаешь кошелек, чтобы тебе заплатили, но дальше-то те, кто тебе заплатили, увидят, куда твои деньги уходят по истории транзакции. Да. Ну, если они... Если ты выдал свою личность, когда скидывал им кошелек, ты же можешь это делать тоже через каких-то... Ты можешь купить себе анонимный Телеграм-аккаунт. Так. Вот. Кстати, знаешь, как купить? Ну, в смысле, купить я имею в виду, что можно же купить номер телефона на блокчейне. Симку надо, понятно. Не симку, номер телефона на блокчейне. Ну, Телеграм-то фишку, по-моему, ввел недавно относительно, да? Вот. Да, то есть ты покупаешь полностью анонимный номер телефона, который никак не связан с провайдером. Тут сразу на блокчейне. Соответственно, ты создаешь свой аккаунт, который... Ну, все, он отделен уже, отделен уже от этой структуры. Вот. И, ну, все, этот аккаунт у тебя анонимен. Ты с него переписываешься, с кем тебе удобно. Нет, так отлично. Но как это скроет меня... Типа, как это не раскроет мою личность? Вот в случае, когда мне заплатили денег, я остался анонимным. Вот эти деньги лежат у меня на кошельке, на Тоне, на моем анонимном аккаунте. Да. Дальше-то эти деньги куда-то придут. Да. Ну, например, самое простое, что мне надо, мне надо вывести их в кэш. Окей. Ты идешь на сервисы, децентрализованную биржу, где ты можешь это сделать, и не светя свои личные данные. Ты можешь это сделать... Ну, тогда ты доверяешь данные децентрализованной бирже. Ты доверяешь ей данные, там, эндпоинтов, которые ты выводишь деньги. Там, скорее, ты же данные не дозаёшь ей никакой свой паспорт, ты не даёшь ничего. Ты даёшь только... Ты просто транзакцию там совершаешь. Ну, в кэш, чтобы вывести, тебе же куда-то их надо вывести. Либо на карту, либо в кэш. Как ты через ДАП выведешь, через биржу децентрализованную выведешь в кэш анонимный? Да никак. У меня была история, когда мои друзья и близкие люди уезжали из Москвы в быстром темпе. И им нужно было перевозить деньги. В Москве есть обменники, которые, не спрашивая твой паспорт, меняют крупные суммы денег за наличными, в крипту и обратно. А, всё, я понял. Сложилась история. То есть, в принципе, если загнаться, можно сделать это анонимно. Но в целом анонимность тут не по дефолту. Нет, нужно о ней заботиться всегда. Мы в такое время живём, что по умолчанию ты полностью прозрачен. Вот так вот скорее. Ещё здесь я, кстати, такой хочу добавить про анонимность. Интересная возможность блокчейна, которую не все используют. Вот я рассказал идею. Мне хочется сделать там Storage, как бы DAB в Телеграме, используя тон Storage, чтобы загружать какие-то файлы. Я подумал, блин, а круто было, если бы у меня был бы домен Storage, на юзернейм, вернее, юзернейм в Телеграме Storage. И было бы прикольно. Или запартнёриться с кем-то. Подожди, ну такой юзернейм наверняка уже занят. Да, он, естественно, куплен. Его купили. И хотят продать за большие деньги, честно говоря. Но я предполагаю, окей, кто им может владеть? Ну наверняка тот человек, который может им... Может, сам хочет что-то подобное построить. Допустим, да. Я захожу в блокчейн, смотрю, кому принадлежит это, нахожу его кошелёк, вижу там, у него ещё миллион баксов лежит на счету. Я понимаю, блин, ну, наверное, какой-то крутой чувак, какой-то и инвестор, и одновременно там девелопер крупный. И я отправляю ему транзакцию. Я его не знаю личность. Я отправляю ему один тонн коин, и вместе с этим прикрепляю сообщение. Hi, I am Владимир Алифман. I am Web3 FullStack Developer. Типа, я очень хочу тоже построить там даб на сторидж. Вот мой телеграм. Так. И всё, ему придёт пуш-уведомление, и он со мной может связаться. И он со мной связался по итогу. Серьёзно? Это реальный кейс? Это реальный кейс. Вот, то есть сразу оговорюсь, он здесь сработал не очень хорошо, потому что по итогу это был спекулянт, просто он купил их хоть для перепродажи, но это сработало, понимаешь? Слушай, прикольно. У тебя есть выход вот прямо на богатых чуваков, на инвесторов каких-то прям. Вот, ты можешь отправлять, и это, как знаешь, мессенджер можно использовать, да? Ты блокчейн, отправляешь сообщение. Со временем это могут задодосить просто, когда поймут, с какого это работает. Вот, ну, я рекомендую это использовать, просто потому что, да, ты, вот, это убивает всю историю вот этих инстамиллионеров, которые говорят о том, что они богатые, и ты не знаешь, а ты вот прям сразу видишь, сколько у чувака денег. Слушай, ну, с другой стороны, тут же еще страшновато писать, когда ты не знаешь, кому ты пишешь. Вдруг ты написал какому-нибудь криминальному элементу. Ну, для этого вот как раз и NFT будут хорошо работать. Например, вот есть NFT-коллекция, ну, давай просто футстеп, вот мой еще кейс примерно. Вот футстепперы, чуваки, которые сделали мини-грант для Тона. Я открываю коллекцию футстеп, смотрю все эти NFT, кому они принадлежат. Я смотрю, что у них там на кошельках, сколько денег. Я смотрю, какие у них еще есть NFT-шки. То есть это стопудово проверенные люди пропускают футстепперы, и ты просто выбираешь там какого-нибудь... Да, да, да. И это может быть миллион историй. Ты можешь сам придумывать, как находить людей, как находить команды. Понимаешь? И ты отправишь ему тонкоин с какого-нибудь сообщениям. Я такое-то, хочу сделать это, вот мой Телеграм, напиши мне. И он уже решит, написать тебе или нет. Блин, а потом это превратится, знаешь, в такую индустрию, типа, такие чуваки будут сидеть, такие, кто больше тонкоинов мне пришлет? Да. Ну, можно там, на самом деле, ноля послать, там очень... Один цент можно послать. Очень интересный кейс. Да, просто чтобы вот ты... Это пруф. То есть это... И это, знаешь, это же до сих... По крайней мере, сейчас это еще работает так, будто бы нифига себе человек мне просто денег отправил. Да. Мы когда с тобой это переписывались, ты мне показал, что у меня кошелек есть, я ж не заметил, и ты мне такой, сейчас у тебя тонкоин пришлют, ты мне присылаешь тонкоин, и я такой, блин, чувак, ни денег отправил. Да. Пусть там, ну, типа, 2 доллара, и все, он такой, блин, о-о-о. Прикольно, типа, да. Прикольно. Да-да-да. Это классно. Слушай, классный юзкейс. Берите на заметку. Как ты думаешь, на сегодняшний день на криптовалютах уже можно на легальной основе жить? То есть для тебя, для человека погруженного, криптовалюта кажется уже легальным способом, там, для оплаты, каких-то сервисов, которые ты каждый день используешь, для получения зарплаты. То есть можно ли в повседневной жизни криптой заменить? Я живу так уже полтора года в Израиле. Ну, в смысле, в Израиле живу дольше, но полтора года получаю именно криптовалюту. Израиль позволяет в крипте получать зарплату? Да, ты просто говоришь, сколько ты получил, и платишь налоги, как обычно. Причем для налоговой-то это очень удобно. Они могут в блокчейн пойти всегда и посмотреть, врешь ты, не врешь. Да, ну... И не надо с банками париться. Тут еще сильно зависит от законодательства. Мне кажется, что тут должны банковские лобби напрячься. Я думаю, в Польше как раз-таки и в других странах именно это и работает. Условно, есть Центробанк, и я думаю, Центробанк не сильно хочет, чтобы валюта из страны в страну уходила мимо Центробанка. Интересно, как это в Израиле. Это, ну, ты имеешь в виду валюту, но это же не их валюта, это криптовалюта. Это не их валюта, да, это криптовалюта. Но в целом-то ты можешь, например, криптовалютой, не знаю, снять налички здесь у себя в стране и потом через крипту вывести эту наличку в другую страну. Таким образом, мимо Центробанка ты будешь выводить инвалюту из страны. И они этого все опасаются. Поэтому я прям пристально слежу за странами, в которых это все реализуют. Вот Израиль кажется, что один прямо из локомотивов этого направления. Да, ну, это очень удобно, на самом деле. Это супер. Да и я вот с компанией, которая работала, они так и... у них все через криптовалюту, через тон, и, ну, все нормально. То есть они просто считают, сколько в моменте курс стоит, когда они перекидывают, и все так и фиксируют. Я еще слышал прикольный кейс. На Кипре появляются реал-стейт-компании, которые прямо дома легально продают, там, недвижимость продают за криптовалюту. Они прямо занимаются тем, чтобы это легализировать на государственном уровне. Прям такой смотришь, когда уже дом можно купить, но походу криптовалюта уже здесь, уже хватит говорить, что это что-то такое. Я консьержсервис видел, где можно там яхту какую-то заказать или даже купить себе, ну, покажут, как, чего. Типа для богатых движухи делают за криптовалюту. Да, это уже наша действительность. Ты в Израиле живешь? Последние сколько уже? Два с половиной. Два с половиной года. Да. Почему в Израиле? Буквально тезисно. После 20-го года... Просто все белорусы едут в Польшу. Да. Я поехал в Израиль, потому что у меня есть возможность... Ну, я помню, что стажировка у меня была в Израиле. У меня была возможность сделать репатриацию, получить гражданство. Вот. Я этим воспользовался. Плюс Израиль, это... Это про IT. Это про технологии. Поэтому это близко очень ко мне. И мне было всегда еще интересно, вот что же там такого, что же это за стартап-нейшн такая, что так она... Так популярна для стартаперов. Вот. И на самом деле процент стартапов в Израиле на душу населения самый большой в мире. Процент единорогов самый большой в мире. Ну, все на душу населения. И, ну, это заставляет, как бы, заинтересовать, как минимум, а что же там такое. И вот я сейчас приехал, я в это погружался, в том числе, да. Мне это интересно поработать с израильтянами, вот, поработать вот в этой комьюнити, в технопарке... Я сейчас в технопарке работаю, ну, я работаю как в каворке, в виворк, там разные компании. Вот. Так что, да, знакомство, общение, вот мне это все интересно. Как человек, который относительно недавно переехал, можешь выделить там самые, самые большие минусы для тебя, в этой стране, что тебе больше всего вот пока что не то, чтобы не нравится, но не согласен ты с этим, не смирился? Тут на самом деле такой процесс, что надо, либо принимаешь все, либо что ничего не изменит, либо не принимаешь. Ну, в условиях, когда мы не можем вернуться домой. Да. То, что, ну, на самом деле, окей, давай начнем. Одновременно... Это плюс и минус. Это люди. Они одновременно... Есть те, которые мне очень нравятся, как вот... Они очень добрые. Ты имеешь в виду именно израильтян. Да. Они очень отзывчивые. Они очень помогают репатриантам новым. Они, когда ты пытаешься говорить на иврите, прислушиваются, что ты хочешь сказать, и подсказывают, как правильно сказать. Да, это не про то, что, типа, чурка, иди, учи иврит, пока не выучишь, я с тобой не буду разговаривать. Вот. Страна эмигрантов, страна репатриантов, которые вот... Ну, страна существует 80 лет, и за 80 лет 8 миллионов. Там не могло родиться, как бы. Да, понятно. Там только приезжие могут создать это население. Поэтому вот это плюс. Но минус в том плане, что минус тоже большой. они еще и очень наглые. Здесь, там есть хуцпа, у них такое слово, которое символизирует пробивную наглость. Но, по сути, это обычная наглость. Вот. Пробивная наглость. Да. Типа, это хорошее качество. То есть в Израиле считается наглость хорошее качество. Типа, если ты наглый, ты, типа, мама скажет, далеко пойдешь. Вот, типа, такого. Фига себе. И это очень, знаешь, сильный такой разрыв менталитета, когда там в очередях тебе кто-то сочится постоянно. И это прям норма какая. И это, это, не, ну, другой тоже наглый скажет, типа, куда-то... Ну, подожди, но это агрессию не вызывает? Они какие? Нет, нет. Они такие, вроде, кажутся агрессивные, но потом, если дойдет до... Они сразу, ну, ладно, бесседер. Типа, есть такое слово, бесседер, и все в порядке. Поэтому, да, ну, интересные, в общем, люди. Второе, это все очень дорого, реально дорого, и ты не получаешь тот качество сервиса, которое это стоит. Вот, сервиса там нету, поэтому для меня это такой минус. Вот я приехал сейчас в Польшу, тут, конечно, кайф. Тут кафешки, кафешки, рестораны. Медицина? Нет, медицина, медицина супер там в Израиле, там вплоть до того, что у тебя есть приложение, где ты можешь видеть все свои, там, там, сдал анализы, и у тебя, вот я сдал кровь. Прямо социализировано? Да, я сдал кровь. Мне пришел репорт, где вот норма, не норма, типа много-мало, и вот где я нахожусь, и там вот показатели железа, все супер по медицине, вот, в этом плане кайф. По сервисам другим, там, грязно, много грязи, вот, ну, что еще? Сколько я назвал минусов? Ты сказал три? Два, ну, давай три. Я тебе еще накинул. Да. А война, наверное, тоже минус. Минус же. Ну, в целом минус. Ну, естественно, минус. Это вообще, на самом деле, это самый большой, наверное, отрицательный фактор, который мешает многим не переехать, а на постоянку уехать в Израиль, потому что ты понимаешь, что примерно с трех с половиной сторон, из четырех на тебя точат зубы, и ты примерно всем этим сторонам тоже как-то даешь, не даешь жизни. Я, когда приехал в Израиль, это был март, и даже конец марта, апрель, и в мае, ну, через месяц-полтора начались самые сильные обстрелы, которые происходят, там, раз в десять лет. Возможно, слышал новости тогда про Израиль, и вот я тогда только-только репатриировался, я сразу в испытание это попал, было выпущено больше десяти тысяч ракет на Израиль за там какой-то несколько, две недели, может, три недели, вот, и прямо такое, знаешь, погружение в эту израильскую движуху, но там сразу оговориться, там надо, они по-другому на это реагируют, они уже все знают вплоть, вдоль и поперек, откуда прилетит, как прилетит, как это сбивать, все сбивались, ну, окей, ладно, 99,9% сбивались, конечно, что-то падало, что-то падало, но в основном все, все, что падает, падает в поле, вот, и эта война, скорее, больше экономическая, потому что запускают ракеты из говна и палок, разбивают миллион, а сбивают, а, которые там сто тысяч или сотни тысяч стоят, вот, но надеюсь, уже скоро там то, что намечается, то, что в Израиле есть разработка сбивать ракеты лазером, вот это железный купол, вот, когда там ракета, которая сбивает, стоит сто тысяч, лазер будет стоить там три доллара, который сбивает ракету, которая летит на землю. Слушай, а насколько это привыкаешь ли ты вот к этому режиму, когда у тебя там постоянно воздушные тревоги, постоянно надо в бункер бежать? Я понимаю, что сейчас для большинства слушателей это будет нормальная жизнь последние полтора года, и это все неправильно, но в Израиле так живут уже десятилетия. Да, это, ну, нужно сказать, это вообще не сравнится с тем, что происходит сейчас в Украине, потому что, ну, во-первых, ну, вообще, это углубимся потому что там ракеты долетают, к сожалению. да, и они не из говна и палок, они, они другие, вот, поэтому сравнить сложно, скорее то, что это происходит не часто, это происходит в среднем раз, может, в три года, у каждого дома есть бомбоубежище, новых, ладно, окей, новых, старых дома еще нет, вот, ты просто заходишь в комнату, задвигаешь железную там, пластину, и все, ты подождал, там, железный купол в основном все сбил, ну, всегда, там, я видел, наверное, там, несколько кадров, когда падало в моем городе, ну, там, из сотен ракет, типа, это хороший показатель, да, всегда в основном все сбит, вот, и ты, технически, как это происходит? Сирена, у тебя есть 40 секунд, в моем городе, если ты в Тель-Авиле, у тебя там много секунд. А там прям тебе доносят эту информацию? Да, есть чатик, есть чатик-бот, который присылает тебе нотификацию, как только срабатывает где-то Сирена. у него попадаешь, тебе прям на границы, говорят, что у тебя там 40 секунд в нашем городе, вот тебе часть? Ты изучаешь сам это, ну, ты потом узнаешь, знаешь, уже когда по факту сколько у тебя секунд, вот. В это время суета на улице или люди просто спокойные? Нет, люди спокойные, они заходят в какие-то как подъезды, да, либо просто в магазин заходят. Мы гуляем, там, сирена, такие, мы зашли в магазин, подождали, услышали там, что-то бах-бах, сбили сверху, нужно по правилам еще подождать 5 минут, 5-10 минут, пока еще осколки, осколки. Вот, если ты попал, если это на улице где-то, где ты не можешь никуда зайти, то нужно ложиться, вот, из машины выходишь, ложишься, ну, там есть протокол, короче, все все знают, и как-то я тебе больше скажу, когда были обстрелы последние в Израиле, был open air концерт, несколько тысяч человек просто никуда не отменило свои планы и пришли на этот концерт и веселились, отдыхали, и все нормально. Вот прям какой-то другой мир, конечно, когда про это слушаешь, кажется, что совсем необычно. А я же так понимаю, правильно я понимаю, что Израиль настолько маленький, что там, в принципе, нет таких зон, где ты мог поселиться и вообще не видеть, не слышать этих прилетов там и быть вне контексте именно военной ситуации в стране. Скорее всего... И жить нормально, в комфортных условиях. Скорее всего, ты можешь. Я еще не настолько глубоко, долго в Израиле, чтобы ответить. Я думаю, что если ты поселишься где-нибудь в каком-нибудь кибуце, где-нибудь далеко от крупных городов, то смысла не будет там. Хотя, как его знают, они же ракеты такие тупые, они летят просто вот в ту сторону, и там радиус может быть очень большой. Поэтому... Нет, наверное, я думаю, что полностью уйти от этой цивилизации и спрятаться в кибуце вряд ли ты сможешь. Скорее всего, есть вероятность, что ты услышишь. Намного реже, сто процентов, намного реже. Но все равно железный купол везде работает. И при всем при этом ты планируешь оставаться дальше в Израиле? Да. Тогда что такого вот самого магнитного для тебя там, что тебя вот так прям... Меня больше всего... Ну вот люди, как ни странно, которые и плюс, и минус, я их принял вот недавно для себя вот в душе, что все, я их принимаю такими, какие у меня не есть. Вот. И для меня я вижу большие возможности в Израиле как для айтишника. Вот. Я хочу развиваться там, я хочу построить там свое дело по итогу. То есть есть амбиции, вот, и есть там вот передо мной вот как бы комьюнити, да, местная. Ну что ж. Пожелаем тебе вот этой вот благочестивой наглости побольше, чтобы... Да. У белорусов с этим проблемы, кстати, в Израиле. Может, это и хорошо, кстати. Знаю. Белорусов много? Да, достаточно. Есть, может, комьюнити какие-то свои местные? Именно белорусские, да. Я знаю в Тель-Авиве там с бетчей, б-флагами прямо, тусили в ресторане, что-то там, да-да-да. Есть такая. Последний на сегодня вопрос, уже стандартный. Что бы ты делал, если бы в мире не было электричества? Ну и, соответственно, программирования. Чем бы ты мог заниматься? Кстати, забавно, что ты сказал электричество, потому что если бы ты сказал просто программирование, я бы ответил солнечной энергетикой. Или возобновляемой и в приоритете солнечной. мне интересна вот эта история про чистую энергию. Я вот, я и увлекался на самом деле, я хотел построить, не построить, я хотел поставить электростанцию на завод своего отца. Вот. У него есть свое дело, но потом посчитали, что все-таки в Беларуси это не выгодно. Солнце нечасто Витебск покрывает. Слушай, как ты тогда, ну давай, давай на этом задержимся. как ты относишься к тому, что там производство солнечных панелей и ветряков, оно само по себе не слишком чистое. Да. Как с этой проблемой быть? Это факт. Я думаю, что с этим просто надо продолжать работать. Я изучал в свое время много про такие технологии как графеновые покрытия, вот, что они дают больше КПД, больше, опять же, сейчас может быть, если есть люди, которые шарят, сейчас меня будут говорить, что это не так. Да. Но я думаю просто, знаешь, с точки зрения, они достаточно долговечные, ты их можешь один раз сделать и они будут работать очень долго. То есть гарантия у них там типа 10-20 лет, но по факту они могут работать сильно больше, чем 10-20 лет. У них просто КПД может упасть на 20%. Вот. Плюс есть еще такие истории, когда по-другому работает. Не обязательно солнечные батареи ставить, вот эти кремниевые. Есть еще вот в Израиле такая штука, их называют Око Саурона. Это такая... Что? Технически стоят поля не солнечной батареи, а поля зеркал, которые отсвечивают солнечные батареи в одну точку в башню. И она вот прям такая яркая-яркая. И там дальше уже идут процессы. Она там нагревает какую-то турбину, в общем, и делает электричество. Кстати, по этому поводу я когда-то смотрел фотки Израиля, я очень удивился, что на всех домах стоят белые бочки. Причем еще черные крыши почему-то и белые бочки. Потом мне мой друг объяснил, что в этих бочках греется вода. Я спросил, а почему они белые? И он мне не смог ответить. Ты знаешь, может, ответ на этот вопрос? Я думаю, что есть вероятность, что если они будут черными, они будут сильно горячими. А, потому что очень-очень это экватор. То есть там жарко? Там прям жарко, да. Окей. Хорошо, тогда, а если бы не было электричества? Вот я бы его сделал. Получается же, да? Хороший, хороший. Не знаю, не думал, не думал так глубоко. Мне было интересно еще не нейросети, вот эту историю, а и солнечные батареи. Вот у меня такое. Хорошо, спасибо. Владимир Ольфман, тон разработка. Спасибо. Увидимся. Увидимся на Хакаталле. Увидимся, да. Субтитры сделал DimaTorzok